Всем привет, добрый вечер. Начинаем наше сегодняшнее мероприятие. Меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер, я руководитель студии дизайна. У меня, наверное, один из немногих случаев, когда у нас системная студия дизайна. Сегодня я хочу рассказать, как мы докатились до такой жизни, что такое системная студия дизайна, как стать дизайнером. Я вижу сегодня много очень людей, это очень похвально, вы тянетесь к знаниям, и это очень хорошо. Я безумно рад, что есть такие мероприятия, которые позволяют нам общаться, да, и вам получать новые знания, новые какие-то эмоции, да, в конце концов. Мы все здесь для эмоций, мы все здесь для того, чтобы, во-первых, заряжаться, да, во-вторых, узнавать что-то новое, ну и в-третьих, естественно, внедрять и делать. Сейчас мы как поступим? Мы с вами познакомимся немножечко, я покажу небольшую презентацию, потом я хотел бы с вами пообщаться. У нас сегодня, я так понимаю, часа полтора есть в таком онлайн формате, мы с вами просто пообщаемся, вы позадаете вопросы, я по-моему поотвечаю, и, конечно же, темы, которые мы согласовали с организаторами, посчитали, будут полезны для вас в том числе. Это то, как быть начинающим дизайнером, начать карьеру, как продвигаться в этой теме. Я вам сейчас все сегодня это расскажу. Я сам прошел достаточно долгий путь от чертежника практически, да, первая моя работа была именно с этим связана, с чертежами. Потом визуализатором, много лет я работал визуализатором и делал картинки для других архитекторов. И через какое-то время уже организовал свою студию. То есть я вам сегодня постараюсь еще рассказать этапы, да, какие были трансформации в голове, которые происходят для того, чтобы пройти весь этот путь. Я здесь, в принципе, для того, чтобы донести вам максимальную пользу, для того, чтобы это сделать, я хочу понять, кто у нас сегодня. Я вижу, очень много людей собралось. Напишите, пожалуйста, вот кто с нуля, кто еще не дизайнер, кто бы хотел быть дизайнером. Напишите, я с нуля, или я хотел бы быть дизайном. Кто уже работает, напишите, опытный, ну или сколько проектов вы сделали, один-два проекта. Напишите о себе сейчас. Так, с нуля, с нуля, с нуля, хочу стать, учусь. Ух, как круто. Юрист, меняю профессию, учусь. Отлично, отлично, отлично. Дизайнер 2D. Художник, ух ты. Кто еще? Пишите все, пишите все. У нас много очень людей. Нас здесь много, это очень круто. Дизайнер штор, хочу дальше. Хорошо, я вижу очень многие с нуля, интересная аудитория у нас сегодня собралась. Хорошо, у меня в основном, конечно, встречаются на наших мероприятиях уже опытные дизайнеры. Сейчас тогда я буду рассказывать на основные вопросы новичков. Хорошо, тогда напишите, пожалуйста, давайте я сейчас поставлю несколько двоеточий, да, или звездочек. Вот напишите, пожалуйста, почему вы хотите стать дизайнером? Вот какая у вас цель? Почему вас привлекает профессия дизайнера? Зачем это вам? Зачем вам профессия дизайнера? Что вы хотите? Что бы вы хотели? Почему? Кто-то хочет стать дизайнером из юриста, кто-то с нуля. Почему вы выбрали эту профессию? Напишите, пожалуйста, чтобы мы понимали, к чему мы стремимся. Пишите смелее, да. Найти себя самореализация. Знание есть опыта ноль. Творить красоту. С детства мечтала. Да, почему? Почему именно эта профессия? Почему вы хотите стать дизайнером? Интерьеров, да, насколько я понимаю, здесь все же интерьерщики. Будущее. Так, красота. Снизошло. Создать квартиру для людей. Отлично, отлично. Антон, душа хочет творчества, душа требует. Пишите, пишите все. Все пишите. Все, кто здесь. Давайте, да, пальчики на клавиатуру. Будем работать. Сейчас я буду все рассказывать. У меня есть все ответы. Я хочу вас поздравить. Сегодня отличный у нас день, потому что у меня есть абсолютно все ответы, я с ними встречался не один раз и сегодня. Сегодня вы должны получить ответы на абсолютно все вопросы. И более того, я обещаю, что к концу нашего сегодняшнего занятия вы их получите. Это абсолютно точно. Плюс к этому я подготовил много бонусов для начинающих, в том числе. Как, собственно, быть дизайнером, что должно быть. То есть я вам подготовил профессиональные фишки. Это техническое задание, это первое привлечение клиентов и порядок работы дизайн-проекта. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже, в конце. Я вам это все подарю. Бонусом это вам будет, кто словно с нами будет, кто будет активно задавать вопросы. Мы вам это дадим. Так, что еще пишите? С детства любила рисовать, нравилось делать своими руками. Отлично. Преображает пространство вокруг. Любовь к искусству. Так, отлично. Ну, здесь я понимаю, что здесь все не из-за того, что мама с папой сказали, а именно по призванию. Это очень круто. Вот у меня в практике тоже так бывает. Ну, когда люди приходят сейчас к нам, ну, хотят стать дизайнерами, да, или хотят в эту тему тоже окунуться, очень часто именно вот по этим причинам. Какие главные причины, да, они были в принципе у меня. Это создавать красоту, это призвание, вот что ты хочешь что-то создавать, да, и сделать это работой, сделать это профессией. То есть для меня, допустим, дизайн, то, чем я занимаюсь, оно всеобъемлюще, оно поглощает полностью меня. Оно позволяет мне и самореализовываться с точки зрения творчества и с точки зрения системы. Я и творческий, и системный человек, я уверен, кстати, что в дизайнере, в каждом дизайнере должны быть вот эти два начала. Вы замечаете в себе, они у вас тоже есть, если вам эта тема интересна. У вас по-любому должна быть логика, развита так или иначе, и должна быть развита еще творческая составляющая. Вот как показала практика, на стыке вот именно этих двух дисциплин, да, или способностей человека возникает лучший дизайнер. Потому что что такое дизайн? Дизайн это придумывание, придумывание что-то классного, что-то нового, того, чего еще не было. По заданию клиенту. То есть мы творим не в вакууме, это не какое-то художество, да, это именно технология, это именно работа, да. Я хочу, чтобы вы сейчас это точно поняли, вы это осознали. Поэтому самый главный вопрос, вот очень-очень у многих людей возникает вопрос. Есть ли у меня талант? Вот могу ли я? А куда это я суюсь? А получится ли у меня? Может быть у вас или у ваших знакомых тоже были какие-то проблемы с этим, связанные, что вот родители, ну или родители, или знакомые говорили, ну или внутри сомнение какое-то, а получится ли у меня? Я вам сейчас сразу же могу точно сказать, я увидел огромное количество людей и работал с ними, ну то есть у нас в студии работал и обучал, я обучал более тысячи человек в визуализации с 2009 года, у меня самый первый был онлайн курс по визуализации вообще в мире, да, и 2009 там, 2009 года мы это упаковали, и я вижу, как люди растут. И я могу сказать с абсолютной точностью, если вам нравится, вот могу вам точно сейчас разрешить, дать разрешение полностью на то, что у вас есть талант. Что такое талант? Талант – это некие способности внутри, да, и плюс навыки, наработка, да, это в любом случае соединение того, что у нас заложено изнутри природой, да, родителям, генам, как угодно можно это считать. И второе – это то, что мы развиваем, вот эти вот две составляющие. Хорошая новость в том, что если вам нравится дизайн, вот сейчас очень внимательно, пожалуйста, если вам нравится дизайн, если вы к этому идете, то у вас точно есть талант. Почему? Потому что вы бы даже здесь и не были, вы бы сейчас на вебинар на этот не пришли, если бы у вас не было таланта. И ваша задача, что по сути сделать? По сути его не проворонить. Самые большие проблемы возникают, когда человек там в 30-40 лет понимает, блин, он занимается бизнесом, он занимается там логистикой, он занимается заработком каких-то денег или занимается, или даже не заработком, просто он работает на нелюбимой работе. И он похоронил свой талант. Вот ни в коем случае нельзя это делать. Почему? Потому что если ты хоронишь свой талант, то вселенная как-то тоже распоряжается таким образом, что она тебе не дает счастья, не дает покоя и не дает эмоций. Поэтому наша задача, наша задача по-любому, если нам нравится творческая профессия, всеми правдами и неправдами пойти туда и попробовать себя. Не то, что попробовать, а добиться. Это абсолютно точно возможно. То есть от нас должно быть только стремление. Стремление начинать. И вот я вижу, кто, вот Жанна пишет 42 года, ничего страшного. У нас вот Татьяна Пикинер, допустим, была, у нее такой же или чуть больше возраст, но она вообще с нуля начала. Она была официанткой, выучилась на визуализацию, выучилась на дизайнера и сейчас виллу в Испании построила целиком. Поэтому она спортсменка бывшая, поэтому у нее целеустремленность есть, поэтому главная целеустремленность это точно работает. То есть это ни в коем случае не должно останавливать. Итак, все согласны, что с талантом у вас окей? Напишите, пожалуйста, давайте сейчас в чат, если с талантом я талантливый, напишите, что вот кто понимает, что у вас есть талант, напишите, что у меня есть талант, например. Я точно это понимаю. И ваша задача его развить просто, да? Нету с этим возражений. Если вы здесь, у вас точно должно быть с этим возражений. Вы должны точно это осознавать. Это абсолютно точно, я видел много людей. Так, есть, да? Все, с этим разобрались. Значит, если у вас есть талант, что вас может останавливать? Дальше, что вас может останавливать? Вас может останавливать только незнание технологии, да? вас может останавливать неправильная технология, вас может останавливать какие-то сомнения, что мне нужно в ВУЗ идти и бумажки диплома получать, вас может останавливать не знание технических вещей, вас может останавливать какая-то неуверенность в себе, вас могут останавливать родственники, вас могут останавливать знакомые, финансовые могут у вас останавливать необходимость работать где-то, где вам не нужно. То есть вас могут останавливать только ваши внутренние убеждения и какие-то факторы внешние, которые не дают развиваться вашему таланту, вот, да, лень у кого-то, вот все это, да, это все может вас останавливать. Вы просто должны это осознать, что да, у меня все окей, как бы со мной все в порядке, вот с этого надо начинать. Я почему так на этом заостряю внимание, потому что я сам был очень-очень, ну, как бы в этом плане очень, ну, тоже не уверенный, да, в какой-то момент. Я думал, ну, куда я суюсь, да, я пошел на строителей учиться, ну, то есть я должен быть инженером, да, и вдруг пошел в творческую специальность, и мне это очень нравилось. И в какой-то момент я просто дался разрешение, да, я талантливый, я смотрю картинки в интернете, я смотрю передачи, я хожу на, там, разные лекции, мне все это нравится, значит, я должен развиваться в этой сфере. Хорошо, с талантом разобрались, молодцы, супер с вами сегодня работать. Давайте второе, вторая часть, вторая часть, значит, а для кого вот эта творческая профессия, напишите, пожалуйста, кому важно деньги зарабатывать, напишите, мне важно зарабатывать. То есть не только делать картинки вот просто, но и зарабатывать, причем хорошо зарабатывать. Напишите, сколько вы хотите зарабатывать на профессии дизайна, вот сколько бы вы хотели в месяц зарабатывать на профессии дизайна. Сейчас напишите, кому важно, в том числе, чтобы это было профессией, делом жизни, чтобы вам достойно платили. Вот кому важно, сколько вы хотите, напишите, пожалуйста, в месяц, сколько вы планируете на этой профессии в месяц. Пишите смелее. 400, 150, 100, 70, 500, 150, 300, 100. Пишите, все пишите, потому что, опять же, если обращаться ко мне, я вас могу очень долго вдохновлять, могу очень много творчеству. Но на самом деле, моя сильная сторона, моя сильная сторона – это система и деньги. То есть, все, что я делаю, это про деньги. Это про профессию, как можно не только красиво рисовать, но и зарабатывать на этом. Потому что, ну, красиво нарисовать могут тебя художественном училище научить, красиво рисовать тебя могут научить художник в художественной школе. А вот как это все упаковать, чтобы это было как бизнес и как последовательное действие, это вот я вам сейчас тоже расскажу. То есть, моя методика, все, что я даю, она будет основана не только на том, что у вас есть талант и вы красоту рисуете, но и деньги зарабатывать. Так, 100, 100 тысяч, 150 тысяч, так, 100 тысяч, окей. Хорошо, давайте поговорим про правду, да? Я думаю, вам будет эта полезная информация, она абсолютно точная. И сколько может зарабатывать дизайнер интерьеров в месяц? Да, интересно это узнать? Я думаю, интересно. Вот сколько на самом деле может зарабатывать дизайнер интерьеров в месяц? Для того, чтобы это понять, вот для того, чтобы понять, сколько вы можете зарабатывать, когда вы приобретете профессию, вы должны понимать, как вы будете работать. Вы должны понимать, будете ли вы работать в компании, в команде, какой у вас будет путь, какая у вас будет карьера. Или вы будете работать все-таки самостоятельно, самостоятельно искать клиентов. И вы должны понимать, что есть две большие профессии. Я вам сейчас абсолютно точно и честно говорю, как руководитель студии, как дизайнер, и просто можете поверить, что две профессии есть. Первая профессия – это упаковщик информации, маркетолог и бизнесмен – это тот человек, который общается с клиентом, упаковывает себя, продает, продвигает. Это условно 50% денег. Вторая составляющая – это 50% денег, и это именно работа. И здесь вы, в принципе, можете поставить себе какие-то, ну, либо рамки, либо понимание, куда вы идете. Кто-то из вас, кто-то из вас пойдет сначала, научится делать работу и пойдет в компанию. Это нормально, то есть тут уже от головы зависит, как вы сами запланируете. Вот я из таких людей, я не был готов, у нас и курсов таких не было, да, которые позволяют идти и сразу же работать. Мне было немного лет, когда я начинал, у меня было около 20, когда я в эту тему вошел. И на самом деле у меня еще не было жизненного опыта, да, у меня не было умения понимать, да, что такое вообще бизнес, откуда деньги берутся, как общаться с клиентом. И помимо знаний, помимо вот того, что я умел чертить, помимо того, что я умел делать, ну, сам дизайн, саму профессиональную вещь, и помимо того, что я как-то умел, как бы, ну, делегировать немножечко я умел, но у меня не было никакой возможности, да, я просто не знал, как бизнес делать. И на самом деле вот общение с клиентом, создание проектов – это еще один навык, и ему тоже нужно учиться. И я бы вот тоже сейчас посоветовал на самом деле многим из вас, вот кому еще до 22-23 лет, я бы рекомендовал вам именно поучиться профессии и дальше с кем-то поработать обязательно. Я вот сегодня пост выложил недавно в Инстаграм по поводу того, как раз сегодняшняя тема, она очень важная, что не нужно думать, что ты самый умный, когда только ты выучился делать какой-то проект. То есть лучше всего один-два проекта все-таки сделать с наставником, сделать с каким-то опытным человеком, только тогда становишься дизайнером. Не когда ты послушал двухмесячные или трехмесячные, или полугодовые курсы. Даже если ты сделал дипломный проект, очень важно, конечно, работать в том числе и в команде. Работа в команде, она критически важна, особенно сейчас, когда проекты достаточно сложные и достаточно интересные. И наоборот, вот давайте границу проведем. Опять же, это условная граница, ситуации очень много, у каждого это по-своему. Я сейчас рассказываю, как я это вижу. Если вам уже 23, 25 и более, тем более 30 лет, я бы рекомендовал использовать свой накопленный опыт. Он очень сильно пригодится в дизайне. Опыт общения, просто общение с людьми, общение с, ну, вообще понимание. То есть когда ты работаешь, неважно в какой сфере, у тебя накапливается опыт. Если ты в банковской сфере работаешь, у тебя есть опыт с договорными отношениями. Если ты руководитель какой-то компании и хочешь быть дизайнером, то у тебя есть опыт делегирования, у тебя есть понимание людей. Я рекомендую ваши сильные стороны, которые у вас сейчас есть, кто с нуля планирует профессию дизайнера, я вам рекомендую использовать именно для того, чтобы ускорить свой процесс. Вы очень сильно ускорите новичков, вернее, обгоните новичков, если будете не пытаться делать все сами, а какую-то часть работы, ну, либо делегировать, либо создать уже какую-то организацию. И для вас нужно будет понимание, из чего состоит дизайн, как он работает. Хорошо. Так, с этим окей. Давайте я сейчас загружу презентацию, материалы, да, и... О, супер. Загрузилась презентация. Сейчас я вам покажу. Значит, перед тем, как я сегодня покажу. Сегодня, давайте, у нас есть достаточно времени. Сегодня я буду рассказывать, наверное, около часа, и потом отвечу на ваши вопросы. Поэтому вопросов, я думаю, будет много, я буду на них отвечать. Буквально минут пять я расскажу, что мы делаем, как мы делаем, да, ну, чтобы вы понимали, какие проекты, какие проекты вы можете претендовать, да, и как вы сможете с ценообразованием, да, с ними срабатывать. Сегодня я расскажу вам теорию, то есть, что вам надо знать, что вам надо выучить. Вы сегодня точно сможете, если вы возьмите листочек бумагу, да, сегодня вы точно сможете записать весь путь. Вы разберетесь вообще со всем, со всем. Я не буду сейчас там долго ходить до около, я вам точно скажу, что у нас завтра, вот с завтрашнего дня у нас будет следующий поток, у нас два курса для продвинутых, кто будет делать дизайн интерьер, кто хочет стать дизайнером. У нас они не дешевые, то есть, они достаточно дорогие, полугодовые, и серьезные программы, где мы работаем детально. И второй курс – это по созданию студии. Вот внедрять мы будем там. Не думайте, что на любом бесплатном мероприятии, на любом бесплатном мастер-классе, на который вы не пойдете. Особенно, если вы сходите на какое-то большое количество мастер-классов, да, много, да, вот у вас сегодня вебинар, и там один за другим идет. Если вы послушаете разных лекторов, что, типа, вы как-то это все соедините. Никогда в жизни вы это не соедините. Что нужно сделать, одно из основных? Нужно выбрать одно из направлений, неважно, к кому вы пойдете. Ко мне, в другую школу, к другому лектору. Абсолютно все равно. Но ваша задача – посмотреть, где есть результаты. Ваша задача – посмотреть, какой автор, какой лектор вам нравится. Ваша задача – посмотреть, кто будет вести, как будет вести. Ваша задача – посмотреть результаты выпускников, чего они добиваются конкретно. Ваша задача – посмотреть, что делает сам лектор, да, не что обещает школа, а что делает сам преподаватель конкретно, чем он может быть полезен. Ваша задача посмотреть, как дальше трудоустраивается выпускник. В общем, ваша задача, когда вы выбираете учебное заведение, вам по-любому нужно сделать анализ. Это первое задание дизайнера. Вот многие приходят, вот большая, самая большая ошибка людей в целом, да, всегда. И я эту ошибку очень часто вижу в том числе и у дизайнеров. Что кажется, что мне кто-то кого-то посоветует и я там найду себе подрядчик, я найду себе поставщика. Самый вот частый запрос. Посоветуйте какого-нибудь поставщика, надежного строителя, надежного поставщика, надежного сотрудника, надежного клиента. Посоветуйте. Никто не хочет сам работать. Забудьте об этом раз и навсегда. Если вы пришли в дизайн, вот это вторая составляющая, то, что я вам сегодня говорил. Дизайн это постоянный анализ. Без анализа, без логики, только с творчеством, только на энтузиазме. Делать здесь абсолютно нечего. Вы должны это точно понимать. У вас никогда ничего не получится, если вы будете вот так вот бегать с большими глазами. Там послушал, там посмотрел, там что-то узнал, там узнал, пришел что-то сделал, какое-то вдохновение, как-то нарисовал. Вы никогда это в жизни не сдадите. А самое печальное, что произойдет, что вот как бы мы начнем, да, вот я тоже так начинал, мне казалось, что вот все оно так облачно. А ты начинаешь, ты не осознаешь до конца, что это работа, что тебе платят деньги, у тебя должны быть договоры. Ты должен по этим договорам следить все, как работает. Ты должен точно понимать, какие последовательности и какие последствия будут, когда ты не сдашь вовремя. Вы должны знать, когда вы работаете дизайнером, в том числе, что у вас есть гражданский кодекс, да, там есть штрафы, там есть порядок действий, там есть суды, и это тоже нас ждет. Мало кто об этом будет рассказывать, но это вот как бы вторая теневая сторона профессии дизайнера. Я сейчас не хочу вас пугать, да, абсолютно нет. И это не страшно. Вот все подводные камни, там технические моменты, моменты с договорами, моменты с управлением людьми, с сотрудниками, это все вообще не сложно. Но вы должны о них знать, вы должны их предусмотреть. И если, вот я к чему, к тому, что если система предусматривает, система, по которой вы обучаетесь, предусматривает не только изучение технологий, но и то, как вы привлекаете клиентов, как вы с ним работаете, включает договор, включает анкетирование, техническое задание, включает создание как бы бизнеса, да, команды, студии, не в одиночку работать, а все-таки привлекать людей, то это очень хорошо. И ваша задача, вот хороший дизайнер, он вот как осьминог, да, вот так, у него 8-10, на самом деле, навыков, 10 навыков. Стандарт профессии, о котором мы сегодня говорили, он как раз включает в себя 10 навыков дизайнера, начиная от руководителя, то есть ты должен управлять собой. Кто-то сегодня писал в чате про лень, вот эту вот лень ей нужно управлять. Кстати, лень это неплохо. Я сейчас пишу книгу по, как продавать, да, собственно, что мотивирует людей. И лень на самом деле, ну и исследую очень много литературы, которая касается ученых, да, как они анализируют, откуда у нас мотивации, как мы принимаем решения, как мы мотивируем себя. Так вот, лень это неплохо, лень это ограждает мозг от перенапряжения, но важно держать ее в узде, то есть мы должны управлять своим мозгом. Это очень важно. Ну ладно, давайте сейчас мы к этому вернемся. В общем, значит, этот блок, в этом блоке я хотел, чтобы вы точно поняли, что если вы хотите становиться дизайнером, вы должны с анализа начать и проанализировать вообще, чтобы у вас обучение было системное. И не надеяться, что на бесплатных мастер-классах вы что-то наслушаетесь, научитесь, не научитесь ни по книгам, ни по материалам, вообще никак вы не научитесь, пока практически не начнете делать упражнения. То есть изучение дизайна начинается с практики. Вот самое важное, что вы прям берете обмеры, вы берете задания, вы берете материал и начинаете делать. У вас есть задания, как надо, но у вас, естественно, так не получится. У 99% людей с первого раза не получается, это нормально. Ребенок идет, падает, катаетесь на велосипеде, падаетесь на сноуборде, падаетесь. Вот кто что новое начинал, вы по-любому первый раз или первые 10 раз упадете. Вам для этого нужен наставник, преподаватель, который это будет. Это абсолютно точно. Не бывает без этого. Не бывает, что дизайнер стал дизайнером по книгам. Я так пытался сделать, и я работал тогда в студии, и меня просто очень сильно припозорили, когда я показал первые свои работы. Но я набрался храбрости, я набрался смелости и убрал свое эго, да. Я заплатил людям за то, чтобы они комментировали меня и за то, чтобы они помогали мне двигаться вперед. Вот это очень важно. Ну хорошо, давайте начнем. Презентации, я так понимаю, у нас есть. Так, собственно, это я. Я веду обучение, веду проекты, делаю как большие проекты, так и небольшие. Сейчас несколько наших объектов покажу. Это дом в Сочи, проект для девелоперов. Работал с крупными компаниями, Сбербанк, Аэрофлот. Наша методика, по которой мы работаем, она подходит в том числе и крупным компаниям, потому что вот недавно мы закончили, в том году мы закончили Москва-Сити. Это большой терминал в Москве. И там мы делали три башни, то есть вестибюлю трех башен. Очень большой был проект, очень прикольный. И вот он, да, собственно, вот там вот здание, переход с третьим транспортным кольцом мы делали. Это очень круто. И нам доверили этот проект. Это подтверждает, собственно, то, что методика работает. Чем мы взяли? Мы нам, нас выбрали по тендеру именно потому, что у нас был системный подход. Поэтому чем дальше вы будете работать, а лучше сразу. То есть лучше, если вы работаете дизайнером, помимо творчества, сразу с первых же дней начинать развивать системный подход. Не надеяться, что потом как-то это будет. Лучше сразу же строить. То есть процесс дизайна, он идет пошагово. Техническое задание, планировка, детальный дизайн, концепция, визуализация. В общем, все-все-все идет последовательно. И лучше так и учиться. Частные проекты, частный интерьер. Посмотрите этот объект, да, ну вот они, парочку объектов наших. У нас нет ярких красок, у нас есть свой стиль. То есть я его выработал, он у нас шел еще раньше из визуализации. Кстати, визуализация отличная тема. Я вот слышал, что передо мной был замечательный тоже, я так понимаю, автор обучающих мероприятий, курсов. Это очень хорошо, что есть у нас люди, да, которые учат, и есть люди, которые готовы учиться и развиваться в этой профессии. Это очень круто. Так вот, моей сильной стороной тоже является и являлась раньше для привлечения клиентов именно визуализация. Я вам очень сильно рекомендую изучить визуализацию. Почему? Потому что даже когда у вас проектов пока нет, да, пока у вас проект не готов. Вот вы сейчас видите эту картинку? Как вы думаете, это фотография или визуализация? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, вот эта картинка, это фотография или визуализация? Напишите, фото или виз? Как вы думаете? Кто знает, не пишите. Как вы думаете? Да. Виз, фото, визуализация. Пишите, пишите все, давайте веселее. Фото, виз. В общем, ребят, подавляющее большинство пишет, что это визуализация. Это не визуализация, это фотография. Это фотография, настоящая, выполненная объекта. Что я хотел сейчас показать? Вы не видите, вы не видите разницу, хотя бы творческие люди, да? И клиент тоже не видит разницу на самом деле. Хорошо сделанная визуализация, она ничем не отличается от фотографии. Эта фотография реализована проекта. Кто не верит, есть видео, я там хожу, рассказываю, можете посмотреть этот проект, это готовый проект. Поэтому, что это нам дает для продавств, что это нам дает для продвижения себя? Это очень важно, потому что как только мы делаем проект, вот такие проекты я учу делать наших выпускников на курсе дизайна. То есть через 6-7 месяцев вы самостоятельно, целиком можете делать такой проект, и на выходе у вас такие картинки. Как вы думаете, по таким картинкам можно ли получить заказ? Вот если вы умеете такое делать сами от начала до конца, как вы думаете, кто по такой картинке мог бы получить заказ? Как, вот если бы вы умели так делать от начала до конца, смогли бы вы получить заказ? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, смогли бы или нет. Показать его клиенту, разместить в интернете. Согласны, что можно получить заказ? Ну то есть, ну и у вас это не одна такая картинка, да? У вас несколько таких картинок. То есть у вас есть со всех сторон, у вас комнаты, у вас ракурсы, у вас все есть, да? Вот это был мой путь. Я вам рассказываю, я вам не рассказываю какую-то теорию из книжек, я вам рассказываю вполне конкретный путь, который я сам прошел. Я взял заказ, я сделал вот такие картинки. Более 10 лет назад я сделал красивую визуализацию красивого проекта. Я разместил это в интернете, я показывал это клиентам, я показывал это знакомым. Тогда не было еще iPad'ов, тогда не было еще социальных сетей. Вообще не было социальных сетей, представьте. Сейчас насколько все просто, вы сейчас закидываете в Instagram картинку, я вчера так сделал, я не силен в прямых продажах, я никогда еще не продавал, именно прямые продажи я не делал, но я сейчас буду эту тему развивать, мне эта тема интересна. Я всегда продавал за счет экспертности, за счет известности. То есть я давал лекции, мастер-классы, я достаточно известный, ну в узких кругах или не в узких, не знаю. В общем, ко мне всегда шли клиенты, потому что чувствовали вот эту вот силу, чувствовали настоящесть, чувствовали, что я не фигню какую-то рассказываю, а каждое решение я могу обосновать. И у меня очень глубокие знания, которые я тоже передаю ученикам на курсе, и стараюсь, чтобы вы также через экспертность продавали. Так вот, у меня была возможность, но все наши ученики тоже, собственно, делают, и делают такие картинки. И вы можете с такими картинками, вы пишете, что вы легко можете стартовать. Вот самое важное – сделать качественный именно проект. Как только вы делаете качественный проект. Второе, что вы делаете, вы делаете качественную визуализацию. У вас есть проект, у вас есть понимание, как что делается, у вас есть качественная визуализация. Что остается? Остается уже показать, рассказать, остается уверенность в себе. Откуда происходит уверенность в себе? Многие боятся с клиентом общаться. Напишите, пожалуйста, кому страшно с клиентом общаться? Вот представьте, что у вас уже есть опыт такой. Вот кто боится с клиентом общаться? Или кто не боится, напишите, я не боюсь, я прям продаю отлично, на супер, вот у меня супер все, с клиентами продам любому. А кто боится, напишите, что вот страшно или не знаю, что сказать. Как продать услугу? Напишите, пожалуйста. Кто не боится, пишите, не боюсь, кто боится, пишите, смелее, смелее. Ничего страшного, мы сейчас учимся, рассказываем, снимаем какие-то страшилки, боли. Сегодня у нас такая встреча 50-50 на не боюсь. Скажите, было бы здорово, если бы вы не боялись точно. Вот представьте, у вас есть такой продукт уже, вот представьте, он уже у вас есть, вот эти интерьеры, которые мы показываем. Вот это, кстати, визуализация вторая. Да, это тоже визуализация, я сейчас дальше промотаю. Это те объекты, которые мы делали. Здесь где-то фотки, где-то визуализация есть. Вот, представьте, что у вас уже есть такие картинки, такие проекты. И что вам нужно сделать? Вам нужно на встрече просто ее не зафакапить, да, вам важно не опозориться, да. Вам просто нужно рассказать, как и что вы делали. Где возникает страх? Страх возникает... Давайте я у вас спрошу. Как вы думаете, почему вам страшно? Вот что у вас... Почему вы боитесь? Вот кто написал, что я боюсь, да, с клиентом? Что именно вы боитесь? Неуверенность в чем-то. В чем неуверенность? В себе или в последовательности? Или в том, что... Где неуверенность? Что вы возьмете деньги и не сможете сделать? Напишите, в чем у вас неуверенность сейчас? Нет опыта, не знания. Вдруг с поиска я не могу объяснить. Так, боязнь отказа, потому что опыта нет. Нет, опыт у вас... Ну, представьте, у вас опыт есть. То есть вы умеете делать такие картинки. Вы встречаетесь, и будет ли вам страшно или не будет? Страшен старт, нет опыта, нет уверенности в себе. Это нормально. Вот то, что вы пишете, я хочу сказать просто, чтобы вас это не останавливало. Это нормально. Когда ты выходишь прыгать, не знаю, с парашютом, да, или куда-нибудь в экстремальную ситуацию, попадаешь, тебе по-любому страшно. Но ты можешь расти только через рост вперед, да, то есть через движение вперед. Мозг ограничивает нас, он не дает нам двигаться дальше. Это страх, естественная реакция. Нам надо двигаться, делать дальше. Хотели бы вы, чтобы страха не было? Я думаю, что да. Чтобы страха вообще не было, да? Кто бы хотел, чтобы страха не было? Сейчас я вам дам рецепт, что нужно делать. Чтобы точно страх ушел. Кто бы хотел, чтобы страх ушел? Абсолютно точно. Напишите, пожалуйста. Да? Хотели бы? Это возможно. Это точно возможно. Нужно сделать всего несколько вещей. Сейчас я расскажу, что нужно делать. Смотрите. Значит, первое. Давайте немножко подытожим. Первое, что мы с вами сегодня обсудили. У вас есть талант. Вы здесь, вам это интересно, вам это нравится, да? Второе. Вы умеете делать. Представьте, что через 6-7 месяцев вы уже умеете делать технологии. У вас есть технологии дизайна. Вот те картинки, которые я вам показываю, это абсолютная реальность. Вы можете такие картинки делать. Здесь нет какого-то волшебства. Вы шаг за шагом проходите один модуль за другим. Сейчас я расскажу, какие-то модули должны быть у настоящего дизайнера. И умеете делать такие картинки. А давайте перед тем, как раскрыть страх, я сейчас расскажу. Вернее, я сейчас вас спрошу еще одну вещь. Напишите, пожалуйста, кто верит. Вот кто верит в то, что он, если возьмется, вот если он упрется, вот если он поверит в себя и будет делать задания на протяжении 6-7 месяцев, вот вы точно сможете сделать это. Если у вас есть технология от начала до конца, вот кто точно может, кто верит, давайте так, кто верит в себя, кто верит, что у вас получится. Вот кто верит, пожалуйста, напишите, что да, я точно знаю, что вот я верю в себя, я верю в технологию, у меня получится. Это точно. Кто сможет. Потому что кто не верит, кто не верит, ну даже начинать не нужно. Не тратьте свое время. Вот я точно скажу, если у вас нет веры в себя, если вот вы сомневаетесь, если у вас нет веры в технологии, ну вот я вам показываю примеры, да, вот сейчас, и там ребята другие показывают, ну в любом другом месте, вот одни люди это делают, у них получается, а вы думаете, что нет, у меня не получится. Вот вам ничего не поможет. Я могу, ну я не знаю, к сожалению или к счастью, вам ничего не поможет. Вам выгодно закрыть сейчас это окно, просто закрыть и пойти отдыхать, пойти читать книгу, реально пользы будет больше. То есть если вы не верите, если вы не готовы, да, не готовы работать, то точно ничего не получится. Это точно. Но если вы верите в себя, если вы понимаете, что это технология и шаг за шагом вы сможете пройти, и через некоторое время у вас будут вот такие картинки, то, что я сейчас показываю, вот это вот прям результат работы, да, который вы добьетесь, это точно можно. У вас будет такой финал. Если вы в это верите, я вижу, что многие готовы в это поверить и многие в это верят. Так вот, давайте договоримся, вы уже обучились, немножко в будущее окунемся, вы научились, вы прошли эти, промотали быстренько эти 6-7 месяцев, да, вы там где-то по вечерам поработали, да, где-то вам было сложно, где-то было там как-то накладно, да, где-то было, захотелось там куда-то поехать отдохнуть, вам пришлось работать, да, вы потерпели полгода, но вы умеете делать такие картинки. Вот давайте сейчас на этом остановимся, вы круто работаете. Что дальше? Дальше вы приходите в настоящую практику и вы встречаетесь с клиентом. И вот этот страх, я сейчас хочу рассказать откуда он берется. Страх берется от того, что вы не знаете как вот это, то что вы умеете, как это реализовать и как это донести до клиента. И страх этот берется от того, что очень мало кто заостряет внимание, что такая же технология, как вы создаете картинку, вот эту, что точно такая же технология должна быть и для работы клиента, с клиентом. То есть работа с клиентом это тоже технология. И мало, мало обучиться делать картинки, мало обучиться делать визуализацию. Она вам никак не поможет. Художественная визуализация без коммерческой составляющей абсолютно никак не поможет. Мало научиться делать дизайн. Вы можете дизайн вечно делать в стол, да. Многие из вас знают архитекторов, талантливейших людей, которые работают в стол. Вот непризнанные гения, есть такие. Жалко, да, что их талант не востребован, их дома не строятся, их квартиры не делаются. Они в стол работают. Они могут выигрывать все конкурсы, но, к сожалению, они не испытывают вот это счастье реальности, когда вот ты приходишь, да, вот в нашем офисе, да, вот мы в офисе сидим, все красиво, супер, тут вот все сделано. Это я сделал, это мы сделали в компании, вот мы сидим, вот оно живое. И когда ты приходишь на объект к клиенту, ты понимаешь, это я сделал, вот этот момент счастья. Они этого не испытывают. Это очень обидно. Вы должны это испытывать, вы должны ради этого работать, многие ради этого идут. Так вот, что нужно, чтобы это было? Мало придумать, да. Вы понимаете, что мало придумать? Нужно не только придумать, нужно и сделать. А чтобы сделать, вы должны управлять процессом, вы должны руководить процессом, вы должны быть капитаном. На корабле один капитан, не клиент, не поставщики, не подрядчики. Капитан у нас один, он знает, что делать. Он знает, он главный, он главный в процессе. У вас должна быть уверенность. Когда все бегают в панике, когда непонятно, что делать, вы должны сказать клиенту, спокойно, я разберусь. Я знаю все, что должно быть. У меня есть последовательность. Последовательность работает не только у меня, она работает у всех. Оно работает у многих успешных компаний. У моей компании, у наших сотрудников, с кем мы работаем, кого мы обучаем по бизнесу. У них работает эта система. И вы можете авторитетно сослаться на эту систему. Если верить, что это работает, вы точно можете сослаться. И даже пока у вас нет опыта, вы можете просто понять, что да, это работает. И просто делать, как вам сказали. Когда вы берете кулинарную книгу, допустим, и готовите суп, вы же не думаете, а получится ли у меня сделать суп или не получится. А будет ли у меня куриный бульон, так-то или не так-то. Вы просто открываете, берете рецепт и тупо делаете. Режете лук, курицу, укроп, картошку, я не знаю, все вот эти ингредиенты вы делаете. Вы понимаете, что рецепт составил какой-то повар. И по нему, если вы будете делать, да, может быть, идеально у вас не получится, но раз за разом у вас будет. Но вы спокойны, да, вы не будете дергаться. Ой, а я положил, не положил петрушку. Ой, а в какой последовательности? У вас все написано. Так вот, чтобы у вас не было проблем с клиентом, вы должны излучать уверенность. Вы должны быть лидером в этом направлении. Вы не должны быть тряпкой. Дизайнер не может быть тряпкой, ни в коем случае. Чтобы дизайнер не был тряпкой, он должен знать, как это работает. У него должна быть такая уверенность. То есть, тогда все вас будут слушаться. Вот это такая важная. То есть, дизайнер должен быть лидером. Вот я сейчас рассказываю, допустим, да, ну, то есть, понятно, что... Ну, то есть, понятно же, что я знаю, что говорю, да, и я знаю, что это последовательность. И вы также должны рассказывать клиенту, то есть, отвечать на вопросы четко, ясно и понятно. Где надо сказать нет, вы должны сказать нет и объяснить почему. Если клиент хочет сначала розетки, а так нельзя делать, вы должны объяснить почему. Не говорить нет, да, а объяснить, к чему это приведет. Плюсы и минусы. И если у вас есть последовательность, а мы, кстати, вот технология, в том числе и наша, заключается в том, что мы не только учим, как делать картинки, мы учим, как это делать последовательно. Сначала ТЗ, потом все остальное. Сейчас я буду, кстати, про нее рассказывать. Понятно примерно, да, как эта штука работает? Так, где взять уверенность? Вот пишут ребята. Где взять уверенность? Уверенность, она придет к тебе автоматически. Когда? У тебя есть такие картинки. Ну, вот то, что я сейчас показываю, это вот наши проекты, которые вы тоже сможете сделать. И уверенность к вам придет, когда вы сможете, когда вы точно поймете, когда вы поймете, что вы умеете делать картинки, и у вас есть последовательность, которая ведет к результату. Понимаете? Так, наверное, уже последовательность, да, вы хотите узнать. Какая должна быть правильная последовательность? Это последовательность отточена годами. Кстати, ну, у меня будет для вас тоже бонус дополнительный. Я сегодня вам дам проектную последовательность, там 43 пункта. Называется сценарий проекта, да, вот по сценарию проекта вы можете его вести, и у вас будет последовательность сценария проектов на видео и в тексте. Вы прям можете ее использовать для того, чтобы в дальнейшем работать с клиентом. Так, сейчас я загрузил эти самые картинки. Напишите, пожалуйста, кому видно модуль 1 техническое задание, поставьте плюсик. Поставьте плюсик, если вам видно модуль 1 техническое задание. Что должно быть в самом начале? Все, отлично. Сейчас тогда я расскажу правильную последовательность и что с ней делать. Итак, модуль 1 техническое задание. Я вам буду рассказывать, ну, то есть я вам сказал, да, что теория, вот я вам сейчас все расскажу, вы позадаете вопрос, и я вам абсолютно точно расскажу, как нужно действовать. Если вы будете действовать по этой последовательности, у вас никаких проблем никогда не будет. То есть тут дьявол, конечно, в мелочах и в нюансах, и в деталях, но либо вы сами разберетесь, либо вы сможете прийти и внедрить это вместе с нами. Завтра у нас стартует курс по дизайну. Кому будет интересно, в конце расскажу, сможете прийти и отработать это все вместе с нами, кому будет актуально. Пока знания. Итак, последовательность. Первое, что мы делаем, да, ну, собственно, я рассказываю, как это идет на обучение. 7 месяцев, ровно 7 такие же модули вы ведете с клиентом. Первое, вы встречаетесь. Когда вы встречаетесь с клиентом на техническом задании, ваша задача сделать несколько вещей. Ваша задача собрать данные об объекте. Есть порядок действий. Вы делаете фотофиксацию. По фотофиксации у вас есть методичка, да, как делать фотофиксацию правильно. У вас прямо есть учебник. Значит, делаете фотофиксацию объекта. Вы делаете обмеры. Это очень достаточно легкие задания, да, это технические такие вещи. Вы приходите на объект, вам просто нужно знать, как мерить линейку. Ничего сложного в этом нет. Там полтора часа занятия или полтора часа вы проводите на объекте с напарником. Вы мерите. И у вас все получается. Значит, первое. Вы сделали обмеры. Результатом. Да, я хочу еще одну очень важную вещь сказать. Каждого действия у вас должен быть результат. Старайтесь все, что вы делаете, вообще все, что вы делаете, сводить к результату. Это, кстати, будет очень полезно еще для тех людей, кто хочет устроиться куда-то на работу. Либо для тех, кто хочет продать какую-то свою услугу. У вас должен быть результат. Результат каждого модуля, результат каждого действия, результат всего. Это еще очень важно для договора. Как только вы будете подписывать договор, клиент спросит. Хорошо, вот вы сделали обмеры. Что у меня результат? Если вы не покажете и не дадите ему результат, ну, как бы физическим носителям, да, если вы вдруг поссоритесь с клиентом, или он сможет вас шантажировать, если попадется вредно клиенту, он будет договором вас шантажировать и просить делать много вариантов левых, да, лишних, а вы не захотите этого делать. У вас должен быть конкретно отцифрованный результат, который вы можете дать на бумаге, сказать, вот я это сделал, я выполнил вот эту работу, вот она, все, эти деньги отработаны. Поэтому мыслите категорию результата. Итак, результат первой части, первого модуля, это обмеры. Вы должны научиться делать обмеры, и вы должны научиться делать, заносить их на бумагу. На бумагу вы их заносите в автокаде. Мы работаем в автокаде, и всем я тоже рекомендую, как бы первоначально, вот, изучить эту программу на совсем базовом уровне. У нас есть там пару уроков, совсем-совсем, очень-очень простых. Там не надо все изучать, эту большую программу. Есть в интернете много роликов, но это не важно. Нам нужно научиться всего лишь заносить, как на чертежной бумаге, обмеры, которые мы сделали на объекте, на чертежи. На это уйдет всего полтора часа. Всего полтора часа для того, чтобы это сделать. Я проводил эксперимент, я взял свою помощницу, которая просто отвечает на телефон, и говорю, садись, я буду тебе объяснять. Вот если ты научишься, все остальные точно научатся. И за полтора часа я показал и научил человека померить комнату и начертить. Поэтому абсолютно точно у вас это получится. Значит, чертить его в автокаде. Не надо там детали, абсолютно, ну, какие-то там штриховки, все остальное. Значит, с этим проблем нет. Результат у вас будет. Второе, что должно быть. Так, вопросы я вижу. Вопросы сейчас я первым модулю расскажу и потом на вопросы отвечу. Значит, второе, что должно быть. Это анкетирование. Анкета и ТЗ – это критически важная история. Очень важная история, потому что без нее… Без этой технологии на самом деле, потому что многие говорят, многие учат, ну, как бы делать анкету, заполнять, да, что можно отправлять анкету. Но на самом деле анкета – это одна из самых важнейших вещей, и, к сожалению, все ее делают, ну, не все, многие ее, скажем так, делают неправильно. Почему? В чем заключается самая главная ошибка по анкете? Самая главная ошибка по анкете заключается в том, что вы отсылаете ее к клиенту. То есть кто-то боится общаться с клиентом еще на этом этапе. Нельзя этого делать. Надо обязательно встречаться, обязательно общаться и обязательно заполнять анкету вместе. Вы вместе с ним составляете техническое задание. Почему это нужно делать? Это нужно делать, потому что когда клиент… Клиент сам не знает, что ему надо. Вот такой парадокс. То есть он может сколько угодно говорить, что ему надо, но он не знает, что ему надо. Что ему надо, знаете только вы из опыта. Ну или вы вместе это решите, что ему нужно. Вы должны это обсудить. Потому что неправильно поставленное задание, а в 99% случаев клиент неправильно поставит задание. Он, если будет читать анкету, он считает не все, он заполнит не так, он ответит не то. Он пришлет вам каких-нибудь колхозных референсов с Яндекс.Картинок, а должен был в Пинтерест зайти посмотреть. Вы должны вместе с ним, вы должны направить его. И по сути работа на анкете – это еще один элемент продажи. Работа на анкете – это показ вашей экспертности, показ себя. Если вы прошли курс правильно, если вы выучились дизайну нормально, то у вас здесь не будет каких-то проблем с общением с клиентом. Почему? Потому что у вас уже знаний больше, и вы знаете, как надо действовать. Обязательно, обязательно заполняйте анкету вместе. Так, я вижу вопросы. Да, сейчас я отвечу на парочку вопросов. Обмеры оплачиваются или нет? Что касается оплаты или нет, вы можете договориться как угодно. Конечно, оплачиваются, почему нет? Оплачиваются выезд ваш на обмеры и обмеры. Почему? Потому что у вас есть результат, не забывайте. Даже если клиент от вас вдруг откажется, у него есть уже обмеры ваши. Ну, то есть, конечно, сколько-то взять можно. 3, 5, 10 тысяч вполне можно взять. Мое любимое крето – результат во всем. Молодец, Елена, поддерживаем. Врино, работайте. Нет, я сейчас больше головой работаю, чем программами, но в целом наши сотрудники тоже врино не работают. Я открывал ранее, это не подходит, не сильно нужно для дизайнера. Это нужно, если вы какую-то изобретаете там штуку, да. Я рекомендую SketchUp, если кто хочет изобретателем побыть. SketchUp хорошо работает для изобретения каких-нибудь кухонь, ну, для вот мелочей. Для того, чтобы зачертить, зарисовать, автокады или архикады вполне окей. Архикад может заменить автокад в этом? Да, может, если вы в нем работаете, вопросов никаких. Автокад еще актуален разве? Да, автокад очень сильно актуален по одной простой причине. Потому что, если вы делаете сложные проекты, если вы работаете с смежниками, то они все работают в автокаде. Вы никогда не соедините разных людей в проекте, а вам нужно будет это делать, если вы будете вести проект. Вам нужно будет соединить вентиляцию, вам нужно будет найти помощника, кто начертит, вам нужно будет найти того, кто доработает какие-то вещи. Если у вас есть инженеры по умному дому или еще почему-нибудь, они тоже будут все просить в автокаде. То есть DWG это стандарт такой профессии, стандарт передачи информации. И все будут у вас просить DWG чертежей. Конечно, можно конвертировать из архикада, естественно, все это можно делать, и так некоторые делают, это все нормально. Но вот как бы просто самый стандарт, как в визуализации 3D Max, не надо ничего выдумывать. 3D Max это стандарт профессии, а автокад это вот то, с чем все будут работать. Можно работать в чем угодно, но вот в целом все равно вас будут просить в этой штуке. Для меня, как для руководителя студии, очень важно, чтобы люди работали в автокаде. Почему? Потому что если кого-то я беру в Revit, допустим, работает, таких человек один из 100. Если он уходит, ну что я буду делать дальше? Я не найду себе нового. А мне нужно, чтобы я мог брать на несколько проектов разных людей. И вот самая распространенная программа все-таки это автокад. Если ты работаешь один на себя, то ты будешь таким человеком-оркестром. Можно ли так работать? Можно. Есть люди, которые сами целиком делают проект в Кетчапе, которые делают проект в Архикаде, просто на себя. Просто понимаете, куда вы идете. Вы все-таки идете больше в то, что вы сидите и сами руками все делаете до какого-то времени. И потом меняете, берете помощников. Либо сразу вы настраиваете, что вы придумываете идеи. У меня просто было так. Я вам свой опыт рассказываю. Я понимаю, что есть другие опыты, что вы можете сами все делать и хотите все делать сами от начала до конца. Но мой опыт такой. Как я работаю вообще? Я работаю достаточно просто. Я встречаюсь с клиентом, провожу обмеры, узнаю, что он хочет, записываю анкету, оформляю альбом по анкете. Далее прихожу, делаю планировку с командой. То есть сам плюс помощники делаем планировки. Делаем несколько вариантов, отфильтровываем тот вариант, который нужен. Далее мы показываем клиенту, он согласовывает этот вариант. Далее я поднимаю в 3D Max все стены. У меня получается геометрия. Я беру либо карандаш, либо в 3D Max простраиваю какие-то основные габариты, придумываю стиль, простраиваю, как это будет соединяться. Вот кто рисунок, кстати, кто рисует руками, тот может думать руками и прям рисовать на этом самом... У кого есть технология рисунка, он может прям рисовать на объекте. А кто думает в 3D, то тот может прям крутить это все и придумывать дизайн в 3D. Далее, когда 3D готово, мы это все красим, получаем вот такие красивые картинки, как я показывал. Едем к клиенту, согласовываем все это дело с клиентом. Как только клиент все это дело согласовал, наше уже дело очень простое. Мы отдаем это все 3D проектировщику, и тот уже по нашему 3D, по обмерам и автокаду выстраивает нам весь чертеж. Пока он это делает, мы подбираем материалы, модели и то, что мы заложили, чтобы у нас были ведомости, что где купить клиенту. Мы делаем таблицу с ведомостями, все, у нас проект готов, мы его можем идти дальше. Вот так. Можно ли другим способом работать? Да, мы можем не привлекать кого-то еще, мы можем сами делать чертеж, сами рисовать в архикаде, сами потом 3D делать. Но вот как показывает практика, если ты делаешь вообще все сам, то ты можешь вести один проект. Один проект ты ведешь, ну максимум два, но тогда у тебя времени мало. Когда ты работаешь с помощниками, ты можешь гораздо больше вести проектов. И ты самое главное, как дизайнер, занимаешься любимым делом. То есть для меня любимое дело какое? Придумывание идеи, то, чем я занимаюсь, общение с клиентом, защита этой идеи клиенту. И дальше, значит, отдаю техникам, которые все это сделают. Которые умеют чертить в автокаде в 100 тысяч раз лучше меня, которые умеют чертить в архикаде. Они быстрее это делают, лучше, качественнее. Они знают, где все штриховки. Вот я отдаю им идею, они дорабатывают. Моя дальше работа, как дизайнер, просто проверить, что они не ошиблись. Но это не занимает много времени. К примеру, мне присылают проект, вот мы делали недавно проект 500 метров с НТ Надежда. Там был проект на 100 страниц, мне прислали 100 листов. И мне заняло 3 часа, проектировщик чертила недели полторы, да, вот это. У меня заняло времени 3 часа. Я знаю, где самые частые ошибки бывают. То есть я прям открываю лист, и вот как, знаете, как по-русскому ты делаешь упражнения. Или диктант пишешь. Учительница уже знает у школьника, да, где будут ошибки. Где там точка не поставлена, где буквы будут пропущены, где неправильно в словарном слове будут, ну, неправильные ошибки сделаны, да. Она уже знает. Вот так же и ты, когда у тебя есть некий опыт, да, когда у тебя есть понимание, как должно быть, когда у тебя есть общение с клиентом, ты знаешь, что клиент хотел и как надо сделать. Этому ты уже обучился на обучении. И проверять чужую работу ты можешь. То есть ты можешь взять, вот я за 3 часа проверяю 100 страниц. Из 100 страниц я даю где-то 20 листов комментариев. Это нормально. То есть 20% мы идем в переделку. Далее еще неделю делает проектировщик, исправляет все ошибки. Ну и там уже бывает, если проектировщик хороший, парочку замечаний, парочку комментариев бывает. Потом это можно выдавать настройку. Еще одна хитрость заключается в том, что когда ты чертежи сделал, когда ты чертежи сделал, ты должен сделать их тоже правильно. Что значит правильно? Ну, как бы понятно, что они все должны быть идеальны, но все равно у тебя будут ошибки. Ты не можешь подстраховаться от всего. То есть ты не сделаешь идеальную. У тебя будут проблемы в дальнейшем все равно. Рано или поздно. Соответственно, что ты делаешь? Ты, ну как бы, желательно в начале карьеры подружиться с прарабом, да, чтобы он не сдавал твои ошибки, а просто объяснить, что, слушайте, я новичок, начинающий, и давайте меня не топить. Если какие-то проблемы, давайте вместе работать, я там все разрешу. И ваша задача после того, как вы научились, побыстрее прийти на стройку и посмотреть, как это живьем все работает. Плюс не стесняться, если у вас есть преподаватель, да, к преподавателю приходите, чтобы не допускать тупых ошибок. Так вот, значит, что делать с чертежами? В чертежах нужно хитрые маркировки ставить, такие, которые не позволят вам в дальнейшем нести финансовую ответственность. Понимаете, если вы сделаете чертежи неправильно, у вас будет финансовая ответственность за то, что вы нарисовали неправильно. Клиент сможет подать на вас суд и потребовать возмещения, если стенка там или что-то было сделано не так. И это действительно бывает проблема. Почему? Потому что, ну, вы как новичок, вы все не предусмотрите. Но как новичок вы можете сделать очень хитро. Есть технология, да, я ее всем тоже рассказываю и помогаю сделать так, чтобы ваши чертежи к вашим чертежам нельзя было придраться вообще никак. У вас вроде все есть, но не придерешься, да, нельзя ошибку там как бы списать на вас, да, поэтому вас будут вызывать на авторский надзор, либо вы будете ехать, и вы будете уже по месту что-то разбираться. То есть вот такие всякие фишечки, они тоже очень важны. Без этого на вас суд подадут и взыщут деньги. Чтобы вы знали просто, чтобы вы точно понимали, когда ты работаешь дизайнером и заключаешь договор с клиентом, он имеет право в три раза больше просить, чем заплатил. Плюс еще штраф и неустойка. То есть вы можете заплатить в три раза больше. Заплатил он вам 100 тысяч или 200, а вы 600 отдадите и ничего не сделаете. Вот такая проблема может возникнуть. Поэтому здесь, конечно, очень важно все делать правильно. Так. Давайте, да, несколько вопросов и потом идем дальше. Как можно устроиться к нам на работу? К нам на работу можно устроиться после того, как вы прошли обучение и сделали проект. Я вижу, что вы сделали все хорошо. Я вижу, что вы не только умеете делать картинку, но и сами дисциплинированный человек. Сдаете работу вовремя. Описываете ее правильно. То есть я всегда по человеку сужу по его тексту. То есть он не только умеет делать, но и умеет писать. Вот это вот как человек пишет, поэтому очень много чего можно сказать. Если мы с вами общаемся, если вы не пропадаете, а приходите на работу, на общение, я вижу, замечаю вас еще на стадии обучения. И, как правило, прямо во время обучения я даю вам проект. Ну, к примеру, у нас была Катя Дятлова, дизайнер сейчас работает. Она после двух месяцев обучения ей дал сразу живой проект. Она стала делать, я был арт-директором, ее руководителем. Она пока обучалась, она делала живой проект. Сейчас на нашем сайте есть тот проект, ее описание. Вот она уже в процессе. Потому что она талантливый человек и не боится описывать. Ну, то есть что она делает. Там Тоня Звягинцева тоже рассказывала, она стала ведущим дизайнером, тоже еще пока шла обучение, ну и так далее. Многие люди не становятся такими активными людьми. То есть это все от вас зависит. Есть технологии, чтобы вас заприметили. Они не сложные, соответственно, так же, как и с клиентом. Вот я вам то же самое рассказываю. То есть как мы делаем с клиентами, когда вы приходите и кажетесь людям полезными. То есть чтобы вас заметили, взяли на работу, вам нужно быть полезным. Чтобы быть полезным, вы должны показать себя. Вот и все. Тут каких-то хитростей и сложностей нет. То есть как только вы полезны, вас быстренько замечают и используют. И не только я, у нас большое количество других дизайн-студий. Можно в любой работать или с несколькими даже, никто этого не запрещает. Так, давайте вопросы. Нас учат в архикаде. В архикаде не вопрос, все нормально. А как можно устроиться к вам на работу? Это было? Была ручка и бумага. Сколько вас вы переделываете визуалки? Ну мы делаем один вариант планировки. Мы сразу знаем, как делать. И мы делаем один вариант технического задания. И так как у нас техническое задание сделано, да, технология есть такая. Я вам, кстати, сейчас дам бонусом. Мы делаем один вариант планировки и делаем один вариант визуалки. Если человеку надо цвета подкорректировать, это несложно. Мы можем в фотошопе подкорректировать. Ну то есть и мы делаем этапами. Мы сначала делаем черно-белую историю, а потом мы делаем цветные. То есть пошагово. Многие дизайнеры советуют согласовывать коллажи. Мол, быстрее, проще исправить. Вы так делаете. Да, на коллажи, если клиент согласовывает, то отлично. Но есть такая категория клиентов, которые ничего не понимают в коллажах. Я из таких. Я лично не понимаю коллажи. Я вам никогда не согласую, если вы мне принесете, я скажу, что это такое. Я не разрешаю моим дизайнерам приносить коллажи. Никогда. Я принимаю только вот такие рисунки. Вот такие. Ну в 3D, либо вот белую модель. Детальный дизайн, вот он. Это дизайнер рисует в архикаде или в автокаде развертки. То есть я тут вижу все, но клиент не видит. Но здесь уже есть дизайн. Я это вижу как из опыта. Я уже вижу, как это все соберется. Я согласовываю. Но если ты приносишь просто коллажи, где что будет и какой-то эскиз, если у тебя геометрически простое пространство, то это прокатит. Если ты только мебель расставила и цветами работаешь, это все спокойно прокатит. Ну у тебя квадратная комната или прямоугольная, один вход, и там никакого дизайна нет. Только, ну я имею в виду геометрического дизайна. Только покрасил стены и подобрал мебель. Но вот если у тебя вот такое пространство, видите пространство? Представьте, вот как ты это коллажом согласуешь. Тебе нужно понимать, как у тебя сбоку стоит диван, что за диваном у тебя консолька, и вот это все тебе надо в пространстве. И есть люди, которые не видят и не примут. Я все-таки за универсальную модель, универсальную, то есть я везде за универсальную модель, чтобы когда клиент попросит 3D, вы были бы готовы. Если вы работаете с коллажами, то вы ограничиваете себя. Вы ограничиваете только себя теми клиентами, которые принимают коллажи. А я не рекомендую делать так, чтобы у вас были разные технологии под разных клиентов. Потому что вам нужно знать тогда и коллажирование, хорошо их быстро делать. и 3D, чтобы это все быстро делать. Но в целом можно, конечно, это делать. Просто вот моя методика, то, что я даю, она основана именно на этом. Вообще есть две школы. Есть два принципиально разных подхода к дизайну. Давайте я тоже вам их расскажу. Интересно вам про два подхода принципиально разных? Это люди просто принципиально по-разному делают дизайн. Так, кому интересно, что-нибудь напишите, да? Сейчас я расскажу тогда про них. Отлично, хорошо. Все интересно. Ну да, у нас просто время ограничено. Я думаю, что про все мы не расскажем. Давайте на что тогда будем делать упор, на то будем делать. В общем, раз уж речь пошла о заколлаже. Смотрите. Есть два принципиально разных подхода. Подход номер один. Ты идешь с клиентом сначала по магазинам и выбираешь мебель. Конкретно что ты будешь ставить? Ты сначала выбираешь конкретное изделие. Именно вот этот пол, именно вот эту плитку, именно вот эту кухню. И вот такой диван мне заверните. И вот это вот все мне подойдет. Вы все это дело согласовываете заранее. Это метод с коллажами пройдет хорошо. Это метод с мебелью пройдет хорошо. Вы отталкиваетесь от мебели, от реальных позиций. Это метод номер один. Это принципиальный метод проектирования. Вы должны это понимать. Кому так близко, кто так хочет, это отдельная школа. Это вот точно не у нас. Это не наша школа, это вот другие ребята. Замечательный подход, я уверен. Это больше декорирование идет. У нас это больше дизайн с точки зрения технологии, с точки зрения дизайна пространства. И вот те проекты, то, что я показываю, вот все эти проекты, они именно так. Вот, допустим, вы видите, модуль 4 здесь вот показан. В принципе, пофигу, какой тут будет диван. Ну, то есть, по-хорошему, вообще все равно, какая тут будет мебель. Ну, какая-то будет. Тут важно не это. Тут важна атмосфера. Тут важно, тут все равно, какие будут шторы. Они не конкретные. Здесь мебель подбирается после того, как ты согласовал геометрию. Понимаете? Это вот вторая школа, второй подход. Вот есть два принципиально разных метода проектирования. Нет понимания, как хорошо или плохо. Коллажи – это хорошо или 3D – это хорошо. Вы сами выбираете. Но они никогда не смешиваются. Вы не сможете их смешать, вы не сможете и то, и то. То есть, у вас должно быть у кого-то большее понимание, чтобы по тканям, по материалам, по цветам, по краскам. Вы ходите с клиентом по магазинам, вы там тряпочки все смотрите, видите, какая где будет, как они сочетаются. Вот это вот все – коллажи. Второй метод, вот более такой, условно, логический, более мужской, можно сказать, да, вот более такой архитектурный, да, подход, архитектурный подход. Вот все архитекторы работают вот таким методом. Вот я учу такому методу. Я не учу коллажам, я не учу, значит, тем самым подбору тряпочек и подбор цветов. Вы видите, если посмотрите мои проекты, они все достаточно простые по цветам. Но они очень техничные и очень гармоничные, очень технологичные и архитектурные. Вот, это два подхода. Еще раз хочу отметить, что нельзя сказать, какой хороший подход, какой плохой. Они все имеют право на жизнь. Вы должны просто выбрать один из них и просто в нем развиваться. Значит, первый подход, он больше такой женский, больше декоративный, больше такой вот как бы на трендах, на новых тканях, на мебели, на подборе чего-то реального, да. И он больше подходит, наверное, для тех клиентов, для эконом-класса, ну, окей, для VIP-класса тоже для некоторых проходит, но в основном он подходит для эконом, которым надо быстро что-то сделать и купить что из наличия там из Икеи в магазине. Вот это очень хорошо подходит. То, что я говорю, это больше, как бы следующий уже немножечко уровень, это уровень комфорт плюс, да, у людей, которые не только хотят там мебель купить, но и какую-то идею получить. То есть дизайн это не просто ремонт, да, вот есть такое слово ремонт. Дизайн в нашем понимании это не просто ремонт, это именно какое-то визуальное, да, концепция, какой-то составляющий. Везде в каждом дизайне есть какая-то идея, вокруг которой все строится. Вот есть какая-то прям глобальная идея, вокруг которой ты насаживаешь все, и мебель, и материалы, вот все. То есть вот такой подход. Понятно ли это? Все, я надеюсь, понятно. Сейчас я вернусь к этим самым, к вопросам, и чуть поподробнее эту тему. Это очень важная тема, потому что здесь очень многих глючат. Почему глючат? Потому что люди ходят на разные мастер-классы, и разные авторы рассказывают разную тему. Каждый свою тему гонит, понимаете? Вот, значит, я вам точно скажу, что вам нужно выбрать одну какую-то религию, да, вот обучение это по сути как религия. Вот вы идете, и вы там все, всю систему получаете. Вы не можете кусочек взять там, кусочек взять там, кусочек взять там. Вы никогда в жизни это не соедините. Вам надо выбрать, вот какой путь вам ближе, понять, что у вас система целиком есть, и уже вот все брать оттуда. Это вот самое главное, наверное, ну вот, что стоит сделать. Найти, где все объемлющие технологии есть, и вот в нее окунаться, то, что вам близко. Вот у нас так, и все результаты, которые мы имеем, я делаю только по нашей методике. Все проекты, которые мы делаем в студии, они все по одной и той же методике сделаны, она точно уже как часы работает. Мы ее как раз вот на наших курсах по дизайну тоже приводаем. Так, дальше. Планировки у автокаде, чертежи у чертежника тогда чем отличаются? Планировки это не чертежи, то есть, вернее, планировка это один чертеж, а проект это 100 чертежей, вот и все. Сколько процентов даете чертежнику от проекта? По-разному где-то это 300 рублей за квадратный метр. Подписывайте, что это эскизный проект. Да, подписываем, конечно. Что за хитрые маркировки? Там есть ряд маркировок, которые вы делаете. Я сейчас не могу детально остановиться на этом, но есть хитрости в чертежах. Когда вы оси делаете и принцип раскладки вы делаете, вы, короче, подписи делаете, что смотри там-то, вызвать дизайнера на объект. Вот в нужных местах обязательно есть чек-лист нужных мест, и вы прописываете там определенные формировки. Они прям даны в шаблоне. Есть шаблон, есть учебник, как делать рабочку, чтобы тебя потом не засудили. Вот там все прописано. Там достаточно 20 страниц, короче, их надо выучить и просто по ним шпарить. Это важная такая штука. Так, что описывать? Наверное, все писать в размер, проверить на объекте или дизайн. В том числе, да. Но если ты везде напишешь, это не будет работать. То есть это конкретные какие-то вещи. Многие говорят, что визы прошлого века, все работает по коллажам только. Есть такое. Но я вам объяснил. То есть если вам удается продать клиенту историю с коллажами, ну, молодец. Если вам удается клиенту на салфетке что-то нарисовать, отлично. Но не забывайте о том, что визы. Я же вам, я с чего начал сегодняшнюю лекцию? С того, что мы с вами поговорили, что визуализация, она не столько для клиента. Вот вы нарисовали картинку, вы ее положили себе в портфолио. Пока вы делаете проект, она на вас работает. Вот на тот проект, который я вам показывал, на него пришло уже 5 клиентов. Понимаете, 5. И говорят, мы хотим вот так. Можно нам наш дом сделать вот так. Все. Вам не нужно ничего продавать больше. Это идеальная система для привлечения клиентов. То есть визуализация вы делаете для себя. Ну и выложи коллаж. Сколько вы клиентов на коллаж, ну, как бы придет? Мало. А пока вы построите, и не факт, что вы построите, и не факт, что клиент все сделает как надо, и не факт, что даст вам потом сфотографировать, кстати, и не факт, что он сделает там все, как вы захотели, он принесет какую-нибудь свою пианину, там поставит по центру. Вы ничего с этим не сделаете. Либо вы будете унижаться, да, там, ходить и конючить, просить, либо вам придется чемодан, не чемодан, а несколько грузовиков туда ввести, аксессуаров, выгонять клиенты там фотосессию. А фотосессия, она, ну, не дешевая. То есть вы можете на фотосессию отдать половину заработка с проекта. Ну, нормально, на 100 тысяч стоит примерно будет стоить. Если вы фотографа профессионального пригласите из журнала, если вы пригласите стилиста, если вы притащите там кучу-кучу всякого барахла, чтобы это все расставить, и это будет не столько даже ваш интерьер, это будет куча барахла, расставленная в интерьере клиента. Вы-то фоткаете свою работу. Ну, то есть как бы фотки, вы должны тоже понимать, что фотки в журналах – это как бы некий обман. Это вот как девушка накрашивается, да, и вот идет красивое там в платье, да, а в полночь она становится там обычной женщиной, да, или там дома. То есть вы должны понимать, что это как бы тоже некий обман. И можно красиво, глянцево сфоткать человека в журнале, да, и зафотошопить потом, да, все. Так же и здесь, когда вы смотрите картинку в журнале, вы должны понимать, что как бы это все круто, это все окей, но, блин, оно все же не так, это все-таки как бы некий обман тоже. Здесь вас в том числе спасут визуализация. Если вам удается сфоткать все классно, вот если вы все-таки приехали, сфоткали, это 100% круто, 100% очень здорово. И здорово, что у вас есть такие фотки. Но каждый проект вы сфоткать не сможете, вы знаете это. А даже если сфоткать, он может быть, ну, как бы даже не 100% отражением, как бы того, что вы задумывали. Поэтому визуализации, они нужны не только для, как бы, прошлого века или не прошлого века, они в том числе и для портфолио, наверное, в большинстве. Да, и второй момент, что я вам сказал, вы можете коллажи делать, но, значит, на что вы можете нарваться? Вы можете нарваться на то, что клиент не поймет, он согласует, а на следующем этапе или в самом конце, когда будет уже стройка, он скажет, а я вообще думал, будет все не так. Вы плохой дизайнер, он скажет вам. Вы говорите, как же, вот же коллаж. Он говорит, а я думал, будет не так. И все. По картинке, по 3D, ну, то есть, ты уже как бы не можешь, да, сказать так или не так. Вот фотка, ну ты что, идиот, вот, вот, фотка, вот, сделано. Видели, там у меня этот самый, там последний, если нет, подписывайтесь, кстати, давайте я сейчас вам напишу, куда подписываться. Станислав Орехов. В Instagram подписывайте, я там выкладываю много чего интересного. И там вот один из проектов, когда вы видите, есть фотка, да, и как получилось. А клиент скажет, а я думал, не так, и ничего ты с этим не сделаешь, ты плохой дизайнер. Поэтому очень аккуратно с коллажами, это отличный инструмент, я ничего против не имею. Просто мы с коллажами не работаем и не рекомендуем. По нашей методике это как бы не нужно делать, но вместо коллажей мы делаем вот такие штуки, это задания для визуализации. То есть для нас коллажи, это не показ клиенту, мы их можем делать внутри. Внутри компании мы их делаем. Для себя. Вот такие коллажи, вот как сейчас на картинке вы видите, вот такие коллажи мы делаем для себя, для нас. Дальше это все дело отдается визуализатору, ну или ты сам, или дизайнер я прошу нарисовать это все дело, или сам как дизайнер сначала делаю такой коллаж, а потом рисую по нему, значит, то, что должно быть. И потом уже клиенту показываю готовое изделие. То есть мы полуфабрикат такой клиенту. Стараемся не показывать. Так, давайте еще несколько вопросов, идем дальше. Вот Надя последний, недавно читал интервью, а можно именно у вас учиться? Да, конечно, можно именно у нас учиться, я как раз об этом и говорю. Ссылку дам, сегодня сможете получить. Да, кстати, по техническому заданию. Я вам сразу давайте бонус сейчас дам. Я вот дал техническое задание, кто хочет делать качественно, бонус подготовил, записывайтесь по этой ссылке, там будет вам, я пришлю видео вам, там двухчасовое, как правильно и корректно делать техническое задание. Вот прям с шаблоном, как оно сделано. Это мастер-класс я проводил в Казани, там вот как надо от начала до конца делать. То есть сегодня мы не успеем, но это одна из важнейших и одна из первейших вещей. Посмотрите, вам точно понравится. Там же будет сценарий проекта. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. И вам придет это видео после сегодняшнего вебинара. Так вот, интервью. Недавно читала, где вы говорили, что дизайнер зря вылизывает визуализацию, тратит на это время. Так ли это? Да, так. Все верно. Вылизывать ни в коем случае не надо. Есть стандарт профессии. Стандарт профессии визуализации. Вот визуализация, которую я вам показываю. Это не вылизанная визуализация. Это необходимая и достаточная визуализация. Если начать присматриваться, здесь можно найти какие-то огрехи. Что там за кашпона какой-то, например, вот там вот снизу. Или там что это за яблоки. Но это ни на что не влияет. Этот интерьер тоже купили уже два раза. Дом. Или вот там визуализацию. То есть вот до такого уровня это окей. То есть не нужно какие-то супер рефлексы, супер какие-то детали. То есть если мы говорим о коммерческой визуализации не для конкурсов, а для показа клиенту, вот такой уровень можно достичь за один месяц. Вот мы на курсах учим за один месяц. Это третий блок нашего обучения по дизайну. Мы учим вот так делать за месяц. Ничего сложного в этом нет. Это тоже просто технология, которой можно научиться. Поэтому вылизывать дальше не надо. Почему? Потому что клиент просто поменяет. Вы это покажете, он попросит изменить чего-то, и у вас вся картинка, если не сидите несколько дней, потом клиент просит поменять. Лучше быстро за день-два сделать, и показать, и поменять. Потом уже финальную версию сделать. Как делать визуализацию, если не согласован? Хорошо, давайте на вопрос чуть попозже отвечу. Так, напишите, кто зашел, кто зарегался, вам придет бонусы. И инстаграм подписывайтесь. Мне будет приятно, нас сегодня много достаточно. У кого есть инстаграм, подпишитесь, потому что я сейчас стал собирать там тоже людей, чтобы делиться полезными информацией. Я буду туда выкладывать дополнения. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Техническое задание мы составили. Дальше у нас есть планировки. Как делать планировки? Здесь вот модуль 2. Чем он отличается? Значит, первое, что вы должны понимать, планировки маленьких квартир, маленьких, которые типовые, и планировки больших объектов, я их называю VIP-объектами. Они разные. Вот, кому-то уже пришло. Молодцы. Значит, они разные. Вы должны это понимать абсолютно точно. Вот я ссылку еще раз вывешиваю. В маленьких квартирах, когда вы делаете, у вас там больше комбинаторика. Понимаете, да, чем комбинаторика от творчества отличается? Что такое комбинаторика и творчество? Комбинаторика – это больше как шахматы, да, вот шахматы – это комбинация. У вас есть определенные комбинации, вы их делаете. В маленьких квартирах примерно то же самое. Вы как тетры ставите. У вас есть законы, у вас есть эргономика. Ну, норма эргономики – это ваша азбука, да, вам надо ее выучить. Кстати, я сейчас рассказываю, откуда уверенность тоже в себе брать. Итак, у вас есть некие законы, некая азбука для работы. Значит, вы ее просто учите. Это не весь Нойферт, да, не все зоны, ну, не всю эргономику, но есть там пару страниц, которые вы учите как таблицу умножения. У вас есть нормы, есть нормы законодательные, где вам нельзя там выходить, допустим, на балкон, да, в квартире, и нельзя переносить мокрые зоны в жилые. Но хотя, если хочется, то можно. Есть способы, отдельно есть способы, которые позволяют это сделать. Это хитрости, можно это все обойти, но в целом, как бы вот изначально нельзя, да, для обычного дизайнера это нельзя делать. И у вас есть, значит, давайте еще раз. Первое, у вас есть эргономика, второе, у вас есть объекты габарита, да, третье, у вас есть нормы, законы, и у вас есть требования клиента, да, что клиент хочет. Что клиент хочет, сколько он комнат хочет, там, одну, две, три, общее пространство или не общее. И еще у вас есть еще одна штука, которую, кстати, многие упускают. Многие упускают одну историю. Это технические условия. Давайте я прямо отмечу отдельно. Отдельно отмечу технические условия. Технические условия это... Знаете, что такое технические условия? Напишите, пожалуйста, кто знает, что такое технические условия? Кто не знает, ставьте нет. Напишите, пожалуйста. Технические условия, понимаете, о чем я? Без них вы тоже не сможете работать. Мало кто об этом знает вообще. Но без них вы не сможете работать никак. Сейчас я расскажу, отлично. Вот, кто-то знает, молодцы, ребята, вы уже продвинутые. Вас, наверное, научили, да, уже в хорошей школе, либо вы сами знаете, вы уже продвинутые. Нет, технические условия – это не инженерия. Все, 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 спасибо, сейчас я расскажу. Требования, например, да, молодцы. Значит, кроме общих требований к законодательству, очень важно, есть управляющие компании. Если у вас там не самый последний этот самый комплекс, если у вас какой-то нормальный бизнес-комплекс, либо у вас есть коттеджный поселок, если вы делаете нормальный объект, у вас по-любому есть от управляющей компании технические условия. Это требования и регламенты. Куда мы выводим кондиционер, сколько у нас можно дать напряжения, сколько мы можем дать давления на трубы, когда мы можем пользоваться лифтом, завозить, увозить. Вот эти технические условия вы должны запросить. Запросить через клиента, он должен вам их дать. Если у вас этого не будет, это не рекомендация, это требования чаще всего, вот пишут Елена, то есть рекомендация, рекомендация, но это требования чаще всего бывают, но после которых вы не сможете ничего делать. У многих компаний бывает так, что инженерию все должны делать местные компании. То есть это настоятельная рекомендация, давайте назовем это так. Это как бы те вещи, которые рекомендуются, но настоятельно использовать их нужно, потому что иначе вам ничего не согласуют и не подключат. Вот, если вы сделаете проект без учета этих требований, то ваш проект можно будет выкинуть и клиент он будет бесполезен просто запомните об этом вот instagram кто-то спрашивает вот instagram ссылочку я дал сейчас проходите там нажмите подписаться если можете так вот технические условия значит вы должны запросить и это еще одно у вас ограничение до сколько мы уже насчитали ограничение 4 до если кто записывает считает теперь когда это многие забывают дизайнер если вы не будете это забивать вы уже будете на голову выше всех остальных даже опытных дизайнеров это понимает что технологию просто чек-лист 123 все все взяли дальше у вас включается комбинаторика вы для маленьких квартир просто смотрите там не так много вариантов как шахмат когда у вас несколько вариантов как ходит фигура здесь то же самое у вас не так много вариантов расставить мебель в комнате где одно окно вы берете и просто вот но смотрите какие оптимально подходят вот именно для этого помещения у вас не так много вариантов расставить стены то есть у вас как бы как только вы собрали 4 технических условия и четыре требования у вас практически получается единственное правильное решение вот в чем фокус то есть вся наша задача дизайн как дизайнера не предлагать большое количество вариантов большое количество вариантов у вас идет когда мы не собрали информацию то есть дизайнер поленился и у него много неизвестных когда у него много неизвестных у него много решений три варианта пять вариантов и все фиговые потому что не учтено все что нужно а ваша задача добиться того, чтобы у вас было учтено все, что нужно. И сделать нормально. Один раз нормально. Вот. И вы это презентуете клиенту с уверенностью. Откуда уверенность берется? Потому что вы цивилили все. Вы говорите, а вот так нельзя? Вот нельзя сюда кухню поставить? Почему? Потому что вот требования управляющей компании. Нельзя вот здесь стеночку поставить? Почему? Потому что не влезет по эргономике. Нельзя поменять местами, потому что вот здесь вы хотели, что у вас в техническом задании мы записали с вами, что у нас там будут такие-то условия, что нам нужно, чтобы дети играли вместе. Поэтому нельзя. А, ну да, нельзя. И что происходит? Происходит то, что либо вы меняете техническое задание вместе с клиентом, говорит, слушайте, я вижу, что фигово получается, мы можем изменить техническое задание? Тут вы уже сами можете с ним как бы либо да, либо нет поговорить. И, значит, соответственно, вы либо меняете, либо идете дальше. То есть у вас получается самое главное, что вы приобретаете в этом случае, вы приобретаете уверенность и аргументацию. У вас есть аргументация, как делать правильно. И вы со спокойной душой умеете презентовать. Многие стесняются дизайнерам презентовать свою работу, но без презентации никуда не уйдешь. Если ты не презентуешь клиенту, не презентуешь это лично, ну, лично это не обязательно вот сидеть, вот мы по скайпу сейчас общаемся, я вам презентую сейчас лично, да, я же вот с вами вместе, а с клиентом вы также еще будете общаться, двусторонняя связь, он будет также говорить, ну, если он там далеко. К примеру, мы сейчас объект делаем в Казахстане, в Астане, и там большой танхаус у него, дом, там на 350 метров, по-моему, и мы делаем ему удаленно. Мы удаленно общаемся с проектировщиками, удаленно общаемся с управляющей компанией, с ландшафтниками, и все там, ну, все делаем удаленно. Сейчас технически настолько круто все, что я вот сижу здесь, да, вот из этого офиса, я контролирую вообще все. Или если я еду на следующей неделе в Париж собираюсь, я оттуда буду, у меня будет телефон, беру просто телефон, да, обычный, и с этого телефона, да, как у всех, а у меня сейчас у всех в кармане, я контролирую вообще все. И вы так тоже должны делать. В этом тоже плюс профессии, что вы можете использовать технические достижения. Но это уже дальше. Главное, у вас должна быть уверенность. Так, что там дальше? Что дальше? Значит, с этим разобрались. Давайте, следующий этап. Когда вы сделали планировки, а, и вип-блок, да, вип-планировки, что это такое? Это совершенно другая отрасль, вообще другая. То есть, если там у нас больше комбинаторика, не думайте, что у вас там будет, ну, как бы слишком творческий процесс. То есть, вам будет, у вас будет творческий процесс в планировках стандартных домов, если вы не разобрались, да, если вы до конца не понимаете количество вариантов. А творчество, уже больше творчества возникает, когда у вас много неизвестных. И в этих неизвестных, когда у вас там большие площади, когда у вас, допустим, 300-400 метров есть, да, дом. И в этом случае вы уже спокойненько работаете с этим домом, и у вас там появляются другие вещи, да, вам нужно знать, как клиенты живут в больших домах, как прислуга, да, приходит, водителя, как они живут. То есть, там уже очень индивидуально от семьи зависит. И с этим тоже, на самом деле, надо знакомиться. Есть технологии, да, есть описание, как живут такие семьи. И бояться тут ничего не стоит. То есть, просто люди живут по-разному. Люди в квартирах и люди в домах живут вообще по-разному. Вы просто должны знать и то, и то. Это две разные модели. В идеале, конечно, дизайнер должен знать, как работает дом, да, физически, да, и как работает квартира, как вот внутри там все связывается. Тогда это прям совсем круто. Дальше все это дело вы визуализируете. Что там у вас? Вы визуализируете все это дело. Давайте, значит, первое сделали, второе сделали. Но я же не буду останавливаться на функциональном зонировании, вот эти вот квадратики такие интересные. Это тоже технологии, как их делать. Вы считаете по площадям сначала, а потом делаете планировку. Следующее это 3D визуализация. 3D визуализация это картинки, которые мы уже обсуждали. Ну, я так понимаю, предыдущий спикер тоже вам много чего рассказывал про визуализацию, но и мы сегодня много говорил. Дальше быстрый дизайн. Тоже мы сегодня уже на этом останавливались. Вы делаете вот такие эскизы. Хотите делать коллажи, но мы просим делать вот такие эскизы. Это черно-белые эскизы, где клиент согласовывает общую атмосферу и общую геометрию. Для того, чтобы у него было четкое понимание, как это будет выглядеть. То есть в карандаше это может быть рисунок интерьера, да, и это может быть вот в 3D построении. Значит, он все это дело согласовывает. Следующее, вы делаете модуль 5, это светодизайн. Это тоже очень важная штука, то, что многие упускают. Это сценарий освещения. Сейчас за счет света, это вообще отдельная может быть профессия, сейчас за счет света можно сделать очень много чего интересного. И вот вы видите этот пример, когда за счет разных световых сценариев мы по сути меняем такой достаточно монотонный интерьер, он может быть весь белый. Но допустим вечером у нас такая дискотека, как сейчас, там днем у нас совершенно другая атмосфера, ночью там все подсвечено. И вот вы можете продать дополнительно клиенту светодизайн. Не то, что продать, это может быть за деньги продать отдельно с установкой. Есть светотехника, которая вам позволит все это делать. Вы должны знать, как работает свет в интерьере. Это отдельная область дизайна. Я вас тоже этому тоже с удовольствием научу, те, кто придет это все внедрять. Изучайте эту тему, это будущее. Вот свет это будущее, абсолютно точно. Сейчас есть такие сумасшедшие эффекты, которые позволяют вообще все делать от начала до конца, чтобы это просто было волшебно, чтобы вы просто до неузнаваемости изменяли помещение. Это то, что продвинет вас вперед. Я вам очень рекомендую на эту тему обратить пристальное внимание. И дополнительно это деньги. То есть это дополнительные деньги. Сейчас, кстати, я расскажу, где вы деньги-то можете заработать в итоге. И как это сделать. Да, и как привлечь клиента, я вижу, вопросы. Значит, со светом разобрались. Детальный дизайн. Здесь вы работаете с подбором материала. То есть когда вы подобрали все, для тех, кто делает, кто вначале с клиентом подбирает материал, вот вы вначале это уже сделали, потом делаете визуализацию. А для тех, кто в конце это делает, то есть вы сначала, значит, делаете визуализацию, потом подбираете мебель и материалы. Вот мы здесь подбираем мебель и материалы. На шестом модуле у нас в обучении и в проекте, когда мы работаем с клиентом, это тоже шестой модуль. Мебель, материалы согласовываем с клиентом, показываем, он доволен, идем дальше. Седьмой модуль – это рабочий проект. Собственно, альбом из минимального необходимой информации, либо максимальной, как договорились, для того, чтобы клиент смог это реализовать. Вот и все. Это технология. Вы видите, 7 шагов, 7 простых решений, в каждом из которых каждое проходится 1 месяц, и по каждому есть своя технология. То есть нужно отработать, нужно сделать, и нужно понять, что внутри, получить результат. Вот кто-то спрашивает, как привлечь клиента. Первое, что нужно для привлечения клиента, это упаковать свою услугу, то есть сделать все от начала до конца. Как только у вас вот такие примеры будут, как я сейчас показываю, на отдельном проекте, от начала до конца, проведенное, так сразу же вы уже можете что-то продавать и предлагать. То есть первое, это сделать продукт. Без продукта, что вы будете продавать? Ничего не будете продавать. И картинки, визуализации. Тема, которую мы должны были сегодня разобрать, это системный подход к обучению. Системный подход, надеюсь, все понятно. Главный навык, необходимый для успешной работы, кроме знания дизайна, я вам сказал, это логика и эта работа с клиентом, пошаговая, последовательная. Вы должны четко понимать, что делаете, уверенно отвечать за это и уверенно работать с клиентом в этой теме. Умение делегировать для тех, кто уже работает в команде. Не обязательно все делать самому. Умение общаться, ставить задачи, умение грамотно презентовать. Все это технологии, то есть каждый этап – это технология. Из чего состоит профессия дизайнер? Обмерщик, дизайнер, который делает планировку, детальный дизайн. Ведущий дизайнер, который общается с клиентом. Менеджер, который деньги считает и понимает с договорами все. Далее у вас есть арт-директор, который отвечает за качество. У вас есть комплектатор, который в дальнейшем приведет клиентов и сделает проекты. И дальше у него руководитель студии, стилист, декоратор. Вот 10 у нас функций, которые должны сочетаться у нас по стандарту профессии для того, чтобы мы делали дизайн. Но все делать не обязательно. Вы можете делать какую-то часть. Самое главное – это ведущий дизайнер и менеджер, который клиенты ведет. То есть вы, когда в себе сочетаете, я один, это могу все делать сам от начала до конца. Дальше начинается делегирование. Но это создание студии, это на отдельный вебинар. Вебинар надо приглашаться и отдельно там все это дело, собственно, изучать. Кому интересно будет, записывайтесь по ссылке, которую я давал. И я пришлю вам тоже по привлечению клиентов информацию, которая будет вам полезна. Что у нас дальше было? Вот сюда записывайтесь, кто еще не записался, придут к вам бонусы. Так, конспектик открываю. Значит, следующее, что меня просили сегодня разобрать. Так, когда брать первый проект? Тема, когда брать первый проект. Достаточно просто. Чем раньше вы можете взять первый проект, тем лучше. Самое главное, что первый проект вы провели с опытным наставником. Если у вас есть кто-то, кто поможет вам в этом направлении, берите проект сразу же. У нас некоторые берут там свой дом, кто у нас обучается, допустим, или свой проект берут после первого месяца. То есть буквально первый месяц нужно пройти, через месяц после начала обучения ты можешь пройти и на этом первом проекте вообще весь курс пройти. Почему? Потому что в первый месяц мы учим, как общаться с клиентом, как делать анкету, как делать договор, как делать обмеры, как обсудить с клиентом, что ему нужно и как составить этот самый техническое задание, альбом технического задания. Вот то, что я вам по ссылке сейчас посылаю видео. Вот это вот все мы учим прям, и вы это умеете делать. После месяца вы уже можете это делать. И, кстати, после этого месяца вы можете сразу же устроиться на работу в компанию, в том числе и зарабатывать уже там деньги в качестве помощника. Вы будете делать вот такие коллажи, вы будете помощником не просто принеси, подай, я не понимаю, что делаю. Вы будете делать результат. Какой у вас будет результат? Обмеры, участие в анкетировании и создание вот этих коллажей. То есть коллажи мы на первом этапе делаем в анкете. Вы уже после этого этапа можете куда-то устроиться. Пусть это будет стажировка, пусть это будет выполнение какой-то маленькой функции, но с этого можно начинать. Либо взять проект и принести его к нам на курс и взять деньги с клиента, сказать, что вы учитесь. Только единственный минус будет в том, что проект нельзя срочно брать. То есть нельзя, надо объяснить клиенту, что вы будете его делать в течение полугода, но вы сделаете все от начала до конца. Вот так Катя Дятлова сделала и у нее получился проект, который она на обучение и реализовала. Значит, можно поступить по-другому. Я не знаю, как сделано в других школах или в других каких-то местах. Там, наверное, вам уже лучше спросить у них. Если вы сомневаетесь или если вы не торопитесь, если вы не хотите попадать в экстремальные какие-то ситуации и работать, брать с кого-то денег, вы можете взять бесплатный проект и на нем тренироваться. Но это будет реальный проект с реальным заказчиком. У нас мы тренируемся друг с другом. То есть мы берем наших же студентов, кто у нас учится, и друг для друга являемся как бы этим самым виртуальными клиентами. Это очень полезный такой навык получается. Вот. Также вы можете клиента первого взять после обучения и тоже прийти к нам, ну ко мне, я буду вам помогать вести первый проект до конца. То есть в течение полугода после окончания курса я еще помогаю вам вести проект. У нас так, не знаю, как у других, я вот про нашу историю говорю. У нас есть телеграм-чат, где вы прям пишете, и я вам с телефона, вот с телефона я там даже если еду, у меня он с собой, здесь телеграмчик, все, собственно, я там записываю аудио вам и текст записываю, ну прям в этом самом. Нашим студентам, кто учится, я всегда помогаю. Ну потому что моя задача-то не просто там денег собрать, да, а моя задача, чтобы у вас получилось, чтобы я вас в пример ставил. И потом отдавать вам проекты самым лучшим, успешным, чтобы у вас получалось. У нас была такая задача, когда мы открывали обучение. То есть наша задача делать так, чтобы люди умели работать, чтобы умели делать. Вот, поэтому брать первый проект можно когда? Отвечая на этот вопрос кратко, отвечая на этот вопрос, выберете первый проект, когда вы готовы сами. Когда вы понимаете физически, что да, я готов, у меня есть технология, я готов, у меня есть поддержка преподавателя, я уверен в себе, я могу отвечать за себя, и я готов попробовать. Я хочу, все, вперед. Ты, значит, получится, ты сможешь. Если не сможешь, придешь на консультацию, и преподаватель тебе подскажет. Я вижу, тут идет, да, вопрос по тому, сколько зарабатывает, сколько стоит. Значит, кому интересно, слушайте, сейчас я в конце расскажу, сколько стоит, как записаться. И кто захочет это внедрить, все это будет в конце. Поэтому ждите, кому актуально, кто торопится, значит, выходит, не узнает эту всю информацию. Значит, ждите конца. Будьте терпеливы. Терпение – очень важное свойство дизайна. Так, дальше. Идем дальше. Сколько зарабатывает дизайнер? Вот хороший вопрос. Давайте перед этим я сейчас по чек-листу пройду. Какие программы нужны? Вот у меня чек-лист тут записан, просто чтобы я уж точно ответил по регламенту. Я тоже хочу, чтобы результат у меня был сегодняшний, чтобы мне не сказали, что там много воды налил. Надеюсь, вам было полезно. И я сейчас вам доотвечаю на те вопросы, которые должен доотвечать по программе. Итак, какие программы нужны? Нужна программа Photoshop. Photoshop – важная программа, потому что она позволяет коллажи делать, ретушировать, еще там чего-то, текстуры менять. На базовом уровне. У нас она обучается там, ну, буквально там за день. То есть там есть самые главные инструменты, которые необходимы. Второе, что нужно. Второе – это автокад. На базовом уровне, опять же, чтобы уметь открыть, чтобы уметь начертить планировку, чтобы уметь дать задания, чтобы повзаимодействовать с инженерами. Вы же понимаете, почему еще нужно делегирование и общение? Понимаете почему? Потому что вы, когда делаете проект, вы не одни. После планировочного решения вы подключаете инженеров тут же. Вы не сможете сделать проект без вентиляции. У вас по-любому будут инженеры. И у вас уже здесь возникнет взаимодействие. А инженеры, извините меня, люди очень странные. Очень странные, очень хитрые, опасные. И глаз до глаз до всех подрядчиков. И вы должны уметь их контролировать. Почему? Ну вот конкретный пример. Вот мы здесь делаем вентиляцию. Казалось бы, инженер с опытом, все супер, по рекомендации, все посоветовали, все отлично. Приходит инженер. И что он говорит? Посмотрел, посмотрел. А, ну тут все понятно. Здесь вентиляция, здесь выход, здесь вход. Мне все понятно. С вас 300 тысяч. Как? За что? Ну, я пойду к Карабазу куплю, а там по месту разберемся. Вот неопытный дизайнер так ему отстегнет, возьмет у клиента, отстегнет 300 тысяч, и человек пойдет закупать. А мы говорим, стоп, 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 давайте-ка проект сначала. Проект обязательно везде. Вы должны согласовать проект, потому что если проекта не будет, он сделает, как он понял. А потом, как он понял, не будет совпадать то, как вы это видите. И кто будет виноват? Не он. Будете виноваты вы, как дизайнер, потому что вы должны знать проект, вы должны знать процесс, и вы должны быть, помните, капитаном. Вы должны руководить процессом. Я именно говорю, как нужно руководить процессом. Вы должны знать последовательность абсолютно точно. Кстати, вот по той ссылке, то, что я прислал, там кроме анкетирования будет еще правильная последовательность из 40 пунктов бонусом. Поэтому записывайтесь, там три видео будет полезных, пришлю. Так вот, вы, зная последовательность, зная, что нужно, вы управляете всем процессом, в том числе и подрядчиками. Вам по-любому придется с подрядчиками работать никак иначе. Так, дальше. Программы какие нужны? 3D Max. Очень рекомендую, очень важно. Либо, если вы 3D Max не хотите учить, тогда вы должны рисовать руками. Рисунок от руки. У нас ведет этот курс не я. Я рисовать руками не умею, кстати. У кого-то глюк, кстати, да, есть тоже, что. Я не умею рисовать, могу ли я стать дизайнером. Абсолютно пофигу, умеете вы рисовать или не умеете. Вот вам точно говорю. Вот я сделал все эти проекты, все, что вы видите, все, что я показывал сам, вот, как бы руками, но я делал их в 3D. Мне не надо рисовать. Есть перекос. Те люди, которые художники, они хорошо рисуют. Они не всегда умеют управлять процессом и не всегда умеют, ну, как бы, ну, качественно, скажем так, простроить все пространство и общаться с клиентом. Есть, есть такая особенность. Я такое замечаю. Может быть, вы там уникальный специалист, и вы умеете и рисовать, и отлично в 3D, и общаться с клиентом, но мне на практике такие не попадали. Ну, попадались очень редко. Это вот мой там партнер, архитектор, да, Эмили, вот он все умеет. Но он больше все равно системный человек, и рисунок у него как бы как второстепенный навык. Он больше проектировщик, да, тоже идет. Вот. А те люди, которые только рисуют, да, тоже обратите на это внимание, вам нужно логику подтянуть. Поэтому, либо вы рисуете, это ничего страшного, можете рисовать. И дальше отдаете это задание на визуализацию, вам поможет их делать визуализацию. Либо вы сами рисуете в 3D, вот как я это делал всю жизнь. То есть я понимаю полностью технологию рисования, знаю, как она делается. То есть если я заморочусь, возьму линейку, возьму карандаш, буду рисовать точки схода, буду, значит, все это врисовывать. Но я истрачу на это время больше, чем я сделаю это в 3D Max. Мы же за оптимизацию работаем. То есть я теоретически знаю, как надо, но я этого не делаю, потому что смысла нет. Я экономлю время, и все, что мы будем делать, вот там весь наш метод, в том числе обучения, зацелен на то, чтобы вы как можно меньше времени тратили и как можно больше зарабатывали денег. Вот это самое важное. Время, деньги. Не по 4 варианта делали, а согласовывались все с первого раза. Не рисовали долго и перерисовывали потом эскизы. Потому что один эскиз нарисовал, клиенту не понравилось, ты выкинул его и новый рисуешь полдня. А в 3D ты поменял немножко, ракурс поменял и готово. Поэтому 3D Max, значит, 3D Max важная часть. Либо сами, либо делегировать, ну, либо рисунок. Так, и последний вопрос у меня. Можно ли стать дизайнером дистанционно? Давайте сейчас я вас спрошу. Как вы думаете, как вы думаете, можно ли стать дизайнером дистанционно? Как вы думаете? Вот кто верит в то, что он может стать дизайнером дистанционно? В сегодняшний век технологий. Возможно ли это теоретически хотя бы? Напишите, пожалуйста. Или это все какая-то фигня? Это все не работает. Это все разводилово, да? И только деньги собрать, как некоторые думают. Надо ходить в институт рисовать с преподавателем, который в жизни никогда не сделал ничего, вообще никогда, потому что он всю жизнь сидит в этом институте, преподает, и у него практики нет. Или онлайн учиться у практика? Смотрите, учиться надо у лучших, это точно. И учиться надо у практиков. Это абсолютно точно. Почему? Потому что важна специфика деятельности, важна специфика сегодняшнего дня. Вот как сегодня это работает, как сегодня какие методы. Поэтому информационная часть, вот почему онлайн в том числе, почему это прикольная штука. Вы сидите у себя дома, вам не надо никуда ехать. Вы общаетесь, вот как мы сейчас общаемся, вот один на один с преподавателем, присылайте свою работу. И вместо того, чтобы рассказывать вам как надо, я прям вашу работу критикую, да? Говорю, что так, что не так. Кстати, слабонервным и тем нежным людям, кто критики слаб, им не надо ходить к нам на обучение. Вот точно не приходите. Потому что у нас все, я не буду, ну то есть я буду хвалить, когда это надо, да? Но я буду критиковать, и я критикую, ну, не жестоко, да, но по-честному. То есть если фигня, я скажу, нет, финал нельзя, надо переделать, и я объясню, что и почему. И вы будете переделывать, но пока не сделать. То есть кто-то будет злиться, но без этого прогресс не идет. То есть слабонервным к нам точно не ходить. У нас так, как и в жизни, клиент не примет халтуру. И вы сами не должны сдавать халтуру, она должна быть вот в жизни. Поэтому вот так, как мы с вами общаемся, то есть в целом вы так и общаетесь онлайн. Вот в таком формате можно обучиться. Вот стандартный форум, как он выглядит. Вот есть вопросы. Я вам просто показываю, не знаю, как у кого устроено еще, но в других онлайн-школах, наверное, примерно так же, принцип-то один и тот же. Значит, есть задание. Вы заходите в задание номер один. Там, задача дизайнера в интерьере, день 01. Здесь вы просто узнаете, что нужно. День 02. Что там у нас в день 02? Так, здесь его нету. А, вот есть. Методы создания дизайна. Здесь я вам говорю, какие методы есть, и показываю. Вы выбираете свой метод, как вы будете работать. День 03. Стили. В стилях вы выбираете, какой стиль вам нравится. Я учу ее разбираться в стилях. Вы выбираете, как бы, к какому вы тяготеете. И я объясняю, в чем они отличаются. А вы дальше выбираете свой, как бы, стиль. И стараетесь уже дальше, как бы, вы выбираете уже направление свое в дизайне. То есть, идеально, если вы в конце обучения сделаете свой стиль. Со своим стилем стартанете. То есть, клиенты будут к вам приходить. Либо на эко-стиль там какой-нибудь, да, либо на прованс, либо на еще что-то. То есть, вы выбираете, что вам близко. Потому что то, что вам близко, то и будет вашей фишкой. То и будет привлекать людей. И я учу не то, что вот копировать то, как мы работаем. Я учу найти вот свое я, свою вот уникальность. Вот это самое важное. Чтобы вы нашли себя. И в работе, в работе со мной, в работе со стилем, в команде, да, вы именно ищете себя. Вот это самое важное. Критически важно. И вот в такими обратными связями, у нас два раза в неделю происходит обратная связь. Я вас натаскиваю каждый день по заданию. Значит, четвертое. Первая встреча с клиентом в договор. Рассказываю, как надо, что происходит. Пятое. Что там? Пятое. Выбор заказчика объекта. Значит, определяемся, как надо. Выбираем себе объект. Я вам даю свои объекты, окружаю. Вы смотрите, какие были. Я вам даю фотки. Конкретные чертежи. И вы прямо вот их выбираете. Говорите, я буду делать вот эту квартиру. Выбирайте заказчика, кто у вас будет. Ну и так далее. Дальше. Шестое. Анкета. Я выдаю вам пачку анкет. Вы начинаете там по ней работать. В общем, вы понимаете, да, что в принципе вот оно все. Живое, все реально. Вот как выглядит первое задание. Я вам сейчас просто про онлайн формат рассказываю, да. Который точно работает. Абсолютно точно. Вот как выглядит. Вот я пишу, привет, друзья. Поехали, начали. Первое сегодня задание – просмотреть вот это видео. Вы смотрите видео, конспектируете его, отвечаете на вопросы. Вам все понятно, идете дальше. Вот справа я выкладываю информацию, что вот здесь по стилям запись у нас. Здесь вот стайл 01-12 вы видите. То есть вы качаете себе и у вас есть еще по стилям еще одно занятие. Вы его смотрите. И так вот каждый день, каждое занятие. На один день примерно нужно один час, чтобы посмотреть задание и один час где-то выполнить. То есть да, вам придется учиться у нас. У нас это 7 месяцев, 20 дней. То есть это 140 получается занятий. То есть минимум 300 часов. Минимум вы должны истратить, чтобы получить профессию. По-хорошему чуть больше. С исправлениями, с Новым годом, с праздниками, с отдыхом, со всеми делами. 500 часов. Вот примерно 500 часов жизни вы должны посвятить этой профессии. И вы будете, вот доделаете дипломный проект. Полностью от начала до конца. 300-500 часов. Это вот абсолютно точно. У вас не вы первый, не вы последний. Это вот вся технология. От начала до конца. Вы должны их найти за полгода, за год, сколько у вас получится. Но вы сможете это сделать. Вот в таком формате, как я сейчас вам показываю. Это онлайн формат. Так, училась у практик, очень рекомендую. Отлично. Возможно, можно. Можно обучение пройти быстрее. Так, хорошо. В принципе, наверное, у меня вот по основному формату все. То есть основная программа у нас закончилась. Сейчас я расскажу по тому, как можно, кто готов. Кто бы хотел, давайте так, кто бы хотел пройти весь этот путь вместе с нами. Кто готов, кто понимает, что готов вложить время, деньги и усилия в это. Вот кто понимает и готов. Напишите, пожалуйста. Я готов там или я хочу. Я сейчас тогда уже расскажу, как это можно сделать. И вы сможете, собственно, это сделать. Кто понимает. Значит, про заработок еще спрашивали, сколько зарабатывает дизайнер. Пока пишите, кто готов, сколько зарабатывать может. Если дизайнер работает сам. Вернее, давайте так. Если дизайнер работает в компании, он получает по Москве от 40 до 60 тысяч рублей. Это дизайнер. Если он работает ведущим дизайнером, то может быть чуть больше. То есть он может до 80 тысяч получать арендиректора. Если дизайнер, вот помните, я сказал вам, две составляющие есть. Две составляющие, всегда две. Если дизайнер показывает, одновременно и привлекает клиента, и с ним общается сам, и делает дизайн, то его доход умножается на два. Получается, вы получаете деньги и с заказов, да, ну то есть вы не отдаете деньги за привлечение клиентов, и за исполнение. То есть ваш доход около 100 тысяч рублей. Это вот если вы работаете один, без помощников. Если вы берете помощников и начинаете делегировать, то если вы нанимаете помощников одного-двух, вы можете, ну как бы не удвоить свой доход, но прибавить еще какую-то ставку. То есть вот если вы работаете там вдвоем, у вас кто-то чертит, а кто-то делает визуализацию, то вы можете взять не один проект, не два, а три или четыре. Соответственно, ну вы будете получать около 150 тысяч рублей, может быть чуть больше, за проект. Почему? Потому что какие-то деньги вы будете помощникам отдавать, да, то есть понятно, да, что вы будете больше срабатывать, но и вы будете больше отдавать. И вам здесь нужно будет использовать, вам нужно будет использовать навыки делегирования по-любому, потому что без этого будет очень тяжело, без навыков делегирования. И хорошо, значит, с доходом понятно, да, если вы открываете свою студию, то доход уже может быть больше, 150 и выше. Как вам примерно такой расклад? Мне кажется, вполне неплохо от 60 до 150 тысяч получать. Хотели бы вы зарабатывать в 2-3 раза больше? Вот в 2-3. Сейчас я расскажу, как это делать. Как вот делать то же самое, в 2-3 раза больше еще зарабатывать? Абсолютно честная методика, технология, мы ее делаем, и я сейчас вам ее расскажу. Вот это на проекте я вам рассказал. Средняя цена за квадратный метр, кто-то пишет, это в Москве около 2 тысяч рублей за квадратный метр, 2-2,5. Соответственно, берете квартиру на 100 метров, вы уже зарабатываете 200 тысяч рублей. Напишите, пожалуйста, кто хотел бы в 2-3 раза больше заработать? Смотрите, есть такая технология, как реализация. Реализация дизайн проекта. Вы, наверное, о ней слышали. Есть дизайн проект. То, что все, что я сейчас рассказывал, это только половина дела. Дальше у вас подключается реализация, и вы делаете еще три услуги. Сейчас я о них расскажу. Это комплектация. Первое. Это авторский надзор. Второе. И это управление строительством. И самый кайф начинается здесь. Почему? Потому что вы, сделав объект, вы его сопровождаете. Если вы смогли продать дополнительные эти услуги, то на комплектации управления строительством и авторском надзоре клиент вам отдает все эти услуги, и вы в 2 раза зарабатываете больше. Есть еще и у вас агентские и поставщики. У вас есть агентский договор. Есть агентский договор, по которому вы получаете проценты. Помните ведомости? То есть вы закладываете в ведомости. Есть технологии, по которой вы договариваетесь с клиентом и закладываете в ведомости тех поставщиков, с которыми вы договорились. То есть вы и так покупаете паркет, но вы закладываете конкретный магазин. Вы заключаете с ним агентский договор, и после покупки вам выплачивается оплата. Как правило, это около 10% от сделки. И на эти же деньги вы договариваетесь примерно с клиентом. То есть покупая условно диван за 100 тысяч рублей, клиент платит 90 тысяч рублей, потому что ему скидку дает поставщик. Поставщик вам платит 9 тысяч рублей, и клиент еще платит за выбор и за сопровождение сделки, за то, что вы поехали в магазин, выбрали материал, выбрали правильный цвет, привезли, проконтролировали, затащили его вместе со строителями, и в этом случае клиент вам тоже за это все платит 9 тысяч рублей. То есть чтобы его диван не запороли, чтобы его диван был на месте и был того цвета, который согласован. То есть это по сути авторский надзор, но по комплектации. За это он платит вам деньги. То есть получается с каждого дивана, который вы купили за 100 тысяч рублей, вы получаете за сопровождение от клиента и от поставщика, потому что вы помогли продать. То есть с дивана за 100 тысяч рублей вы получаете 18 тысяч рублей. Понимаете, да, логику? Соответственно, вы дополнительно получаете деньги за авторский надзор и за управление строительством. И самое прикольное, что это все работает. У многих дизайнеров это не работает, либо работает спустя рукава. Вот многие дизайнеры получают типа откаты в конвертах. Я не рекомендую это делать никогда, это обман, и не надо так делать. Надо честно говорить, что вы делаете, и описывать услуги. И есть технология, которая позволяет вам описать услуги и продать их клиенту. Называется она, собственно, авторский надзор, комплектация и управление строительством. И после того, как вы обучились дизайну, я предлагаю вам освоить еще и эти две профессии дополнительно. И у нас они в курсе тоже есть, потому что именно они позволяют вам дополнительно заработать денег. Это самое важное. И когда вы ведете 2-3 проекта одновременно, у вас получается вот в 2-3 раза больше денег заработать с одного и того же проекта. Если вы смогли договориться с клиентом и если вы смогли убедить его, что да, нужно ввести эту услугу и что нужно ее делать. Вот как это выглядит, смотрите. Технологии управления строительством. Вот как на картинке сейчас я показываю. Это мы на обмерах. То, что у нас сейчас на обмерах происходит. Дальше у нас, как мы придумали. И дальше, собственно, как происходит воплощение. Тут комплектация была сделана без нас и все получилось плохо. Ну, то есть сделано не так, как нарисовано. То есть оно примерно похоже, но получилась полная фигня. Вот чтобы этого не было, можно показать клиенту, что вот мы берем отдельно правая нижняя картинка. Это вот Эмиль, наш дизайнер. Я сейчас фотографирую, я на объекте управляю стройкой. И Ольга, это наш комплектатор, она у нас училась и сейчас ввела этот проект. Соответственно, мы получали за этот объект 200 тысяч рублей в месяц. Просто за ведение. Клиент каждый месяц платил нам 200 тысяч рублей за то, чтобы он сам не приходил на стройку. А мы все делали за него. Мы сами работаем с программом, с инженером. Это сложно. То есть, ну как сложно? Этому надо учиться. Для этого есть отдельная профессия комплектатора. Отдельная профессия по авторскому надзору, то есть сопровождению и управлению строительством. И когда вы это делаете, у вас получается отличный заработок, если мы про это говорим. Вопрос хороший, всегда ли мы ведем проекты до конца. Всегда ли это получается? Нет, не всегда. То есть не все проекты у вас будут до реализации. Это ничего страшного. Не все клиенты хотят вести проекты до конца. К примеру, ну вот, давайте я вам покажу сейчас фоточки некоторые. Вот, я сейчас нахожусь на проекте. Здесь я веду авторский надзор, но комплектацию ведет сам клиент. Он говорит, у меня есть время, я хочу сам. И вот он делает сам. Я здесь просто помогаю. То есть, соответственно, я не в три раза больше зарабатываю, я получил за проект деньги. Ну и дальше копеечку получаю за агентский договор, вернее, за авторский надзор. И еще присутствую на проекте, снимаю видео, может быть, вы видели этот объект. Вот это все реально. Это хороший объект на 500 метров. Собственно, мы сюда ездили с нашими выпускниками. Да, мы с выпускниками выезжаем на объект и работаем. Ну вот, допустим, вот наша группа. Кто в Москве, кто не в Москве, мы это все записываем удаленно и выкладываем на наш форум. То есть, кто в Москве может приезжать, а кто нет, соответственно, получает запись удаленную. У меня к вам вопрос еще один. Кто верит в то, что лично он, вот лично он, лично вы к вам вопрос конкретно, кто сейчас у нас здесь. Кто верит в то, что он сможет зарабатывать 100-150 тысяч рублей в месяц? Напишите, пожалуйста. Вот кто хотел бы, кто может, кто верит, освоив технологию. Смотрите, это самое главное. Я хочу закончить наше сегодняшнее выступление тем, что если у вас есть вера, если у вас есть желание, если вы послушали сегодня те материалы, которые я даю, у вас есть возможность, да, собственно, у вас есть возможность это сделать. Если вы понимаете, что каждый месяц вы будете получать 100-120 тысяч рублей, наш курс стоит 120 тысяч рублей. То есть, с одного проекта, с одного месяца вы его, в принципе, окупаете. И дальше идет только заработок. У нас онлайн обучение, мы встречаемся с вами в два дня, во вторник и в пятницу в 9 часов общаемся вот так. Вы меня видите, пишите, я комментирую все ваши работы. В течение 6-7 месяцев, как вы сделаете, докончите. Если не закончите, то в течение года. То есть, пока вы не закончите, у вас неограниченный срок. То есть, пока вы будете делать, я буду комментировать. И когда вы будете брать проект, либо мы вам дадим какой-то проект, я буду комментировать ваши работы. Вот если вам интересно, если хотите методику, которую я сегодня рассказывал, если вы готовы и решительны, если вы понимаете, что у вас есть талант, вы хотите, то тянуть точно не нужно. Самое важное, что сколько бы я ни рассказывал, сколько бы вам чего кто ни рассказывал, самое важное принять решение и начать действовать. Потому что вы чему-то можете научиться только в процессе, в обучении. 7 месяцев надо, чтобы научиться. Ну, то есть, не бывает чудес, не бывает никаких. И с преподавателем надо общаться. На бесплатном вебинаре, ну, то есть, сегодня вы можете узнать, как надо. Надеюсь, вы поняли, как надо. Я вам показал технологию, сколько стоит, сколько заказывать. То есть, технология вот она. Но это ничто без внедрения. В год, получается, 2 миллиона вы будете зарабатывать. То есть, если вы будете зарабатывать 2 миллиона в год, обучение всего 100 тысяч стоит. Что вы на 100 тысячи стратите? Ну, айфон еще один купите. Ну, окей. Ну, съездите в Турцию или в Египет отдохнуть. Хорошо. А тут профессия на всю жизнь. Понимаете? Заходите по ссылке сейчас и оформляйте счет. Кому актуально, мы начинаем завтра и с вами будем работать до результата. Итак, ваши вопросы. Мне кажется, круто продвинулись, а по делу все равно говорят, что такое обучение, думаю, стоит денег здорово. Ну, конечно, да. Ну, а как еще? Кто бы кто с вами будет бесплатно сидеть? И бесплатно не работает. Мы послушали, посмотрели. Вита рассказывал только свою тему, как она ведет курсы, занимается своим развитием. А здесь в конференции школы вы бесплатно слушаете спикеров. Преподаватели и гостей, конечно, реклама и предложение развития. А я вообще не стесняюсь. То есть, конечно, да. Ну, то есть, моя задача вообще, зачем я пришел? Я пришел, чтобы вы купили. То есть, мое ключевое, я настолько как бы хочу, чтобы вы решились и что-то сделали. То есть, бессмысленно мне вообще что-то вам рассказывать. Если я с самого начала сказал, идите, ну, смотрите телевизор и изучайте бесплатные материалы. Если вы не готовы, вам вообще это не поможет. Вы только что выкинули 2 часа своей жизни, если вы не готовы решать, ну, действовать. Если вы пишете «я», если вы пишете, что у меня есть талант, я готов, абсолютно бессмысленно что-то делать. Ну, то есть, окей, хорошо, ну, можно было сериал посмотреть, там даже интереснее было. А чего тут вообще-то, ну, зачем собираемся? Мы собираемся за тем, чтобы кардинально изменить нашу жизнь. Я показываю, что это возможно. Вы можете это сделать, и вы готовы, вы сами это видите. Поэтому здесь никаких проблем точно нет с этим, и не должно быть никак. Для работы в Европе требуется вузовское образование. Онлайн-курсы и частные школы вроде как не везде принимаются, а образование универа в городе отстает. У меня есть отдельный блок по работе с зарубежным рынком. Сейчас я уже не успею. Ну, вот я не знаю, если пригласят, я могу про зарубежный рынок вообще еще целый час рассказывать. Я делал дома в США, во Франции, в Дубае, и есть хитрости, да, там есть проблемы, но есть на Кипре еще, в Казахстане, это другие страны. Есть хитрости, но есть, вернее, есть проблемы, но есть и хитрости. То есть, если будет интересно, отдельно могу эту тему запилить, расскажу. Можно работать в Европе. У меня из Франции тоже обучаются ребята, из США обучаются, никаких проблем, если и знать тонкости. Так, на курсе огромное количество информации, оно того стоит без... Да, спасибо, обучение в 9 вечера, 9 вечера. Но если вы не можете присутствовать, вы можете присутствовать потом в записи. То есть, в удобное время скидывайте работу, я комментирую вам по телефону в этом самом, в Телеграме, я вам отвечаю. То есть, вы смотрите вашу работу потом. 3D Max у вас тоже... Да, 3D Max включен. Сюда 3D Max включен. Все, что я рассказывал сегодня, все включено сюда. От начала до конца, плюс бонусы по комплектации и по всему остальному. Большое спасибо. Пожалуйста, вам за то, что были с нами. 120 тысяч 7 месяцев будет сертификат к окончании курса. Да, будет. Да, 120 тысяч, да, 107 месяцев. Все верно. 120 тысяч это всего на все обучение. Это не в месяц. Это всего на весь курс. Вы окупите это с одного проекта. На весь курс. Это достаточно. Новых денег не нужно. Только это. Достаточно ли потребностей дополнительной мастер-классы. Все, ребята, спасибо. Наверное, я на этом заканчиваю. То есть, все вопросы, у кого есть, уже пишите отдельно. Спасибо организаторам за приглашение. Спасибо большое за то, что проводятся такие мероприятия и такие лекции. Это очень важно. Когда я учился, такого не было. Когда вы можете за один такой мастер-класс или серию мастер-классов получить опыт колоссальный. Не только мой, 10-летний, но и опыт других спикеров. Это очень важно. Где вам рассказывают, я уверен, и про маркетинг, и про коллажи. Это очень круто. Я выражаю большую, огромную благодарность организаторам за то, что это все происходит и происходит прямо сейчас. Для вас. Вот все для вас, для тех, кто сегодня с нами. Это очень круто. Вы получаете, по сути, скомбинированный опыт, скомбинированные знания. Вам остается только принять решение, выбрать правильного спикера и действовать. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Обязательно. Подписывайтесь сегодня. Я вам присылал ссылки для бонусов. Ну и, конечно же, оформляйте заявку. Мы с вами увидимся. Напишите, как вам понравилось сегодня. Спасибо. В инстаграме пишите отзывы, как вам сегодня понравилось. И спасибо вам большое, что были с нами. В принципе, у меня все. С теми, кто записался, мы стартуем в 9 часов. И с вами свяжется менеджер, чтобы уточнить, как бонусы получить. Бонусы вы получите, если сейчас оставите заявку. Все, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...